Наглядный пример, который дает такую результативность. А мы продолжаем работать. Спасибо, Елена Викторовна. И, конечно, мы не можем сегодня не представить мастер-класс, который у нас представляет Прокофьев Марина Вадимовна, руководитель регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра, заместитель директора по научно-методической работе школы-интерната номер 89, тема развития социально-личностной сферы как основы социализации ребенка. с расстройствами аутистического спектра. Пожалуйста, видео. Считая приоритетом направления в работе повышения качества предоставления образовательных услуг обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, школа-интернат номер 89 с 2016 года является региональной опорной профессиональной площадкой по адаптивной физической культуре. За прошедшее время организовано 30 региональных мероприятий, соревнований и мастер-классов, в которых приняло участие более 1000 человек, из них 350 человек. Это здоровые сверстники и волонтеры. В 2017 году присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Таким образом, школа-интернат номер 89 стала единственной образовательной организацией, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы в Приволжском федеральном округе и вошедшая в число участников международного проекта. Это позволило детям с ограниченными возможностями здоровья участвовать во всероссийских и международных мероприятиях. С 2017 года является региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. В ресурсный центр входят следующие подразделения – информационно-аналитическая служба, методическая служба, консультативно-диагностическая служба и коррекционно-образовательный отдел. Мы не стоим на месте, мы всегда в каких-то проектах. И вот в 2019 году Ульяна Сколоса принимала участие в национальном проекте образования, федеральный проект «Современная школа». И уже известно было в 2019 году, что распределились как бы с 2020 по 2024 год будут вот в этом проекте 9 школ в Ярусской области. В 2020 году две школы – это наша школа и еще наши коллеги – школа интернат номер 88. Реализация мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья позволит обновить материально-техническую базу в имеющихся учебных мастерских, оснастить их современным оборудованием. Мы закупили оборудование для кабинета химии, физики, такое современное очень оборудование для лабораторных работ, для исследований. Мы закупили оборудование для наших мастерских, а самое главное – нашим детям, я вначале сказала, что социализация. И вот мы до оснастили мастерскую швейную и по мастерской по полиграфии. Кроме этого, мы по доп. образованию направление развиваем – это робототехника, это кино-видео-студия, мультстудия. Проводимые мероприятия будут способствовать внедрению и апробации новых технологий, адаптации и социализации детей с расстройствами аутистического спектра на территории региона, развитию профессиональных компетенций специалистов и привлечению внимания общества к вопросу комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте мне представить опыт работы регионального ресурсного центра. Социально-личностное умение и навыки у многих детей с расстройствами аутистического спектра, как правило, нарушено. В большинстве эти дети не способны нормально общаться с другими людьми и встреча с ними для детей является сплошной и постоянной проблемой. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом принимает опыт социальной жизни. Региональный ресурсный центр начал свою работу с 2017 года. Команда специалистов ведет индивидуальные занятия, занятия в микрогруппах. На индивидуальных занятиях работают учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, инструктор АФК, педагог дополнительного образования. Занятия в микрогруппах проходят по следующим направлениям, которые вы сейчас видите на экране. Специалистами регионального ресурсного центра созданы адаптированные дополнительные общеразвивающие программы для детей разных возрастов. Сейчас вы также их видите на вашем экране, я не буду их перечислять. Когда к нам поступают дети, мы начинаем диагностическое обследование для оценки социально-личностного развития ребенка. Мы смотрим детей по следующим показателям. Это навыки самообслуживания, особенности адаптации, особенности социально-личностного развития и поведения ребенка, аффективные компоненты деятельности, характер взаимодействия и общения ребенка со взрослыми, со сверстниками, мотивационная со стороны деятельности, социальный статус ребенка в группе. По всем этим показателям мы оцениваем наших детей и сравниваем наши результаты с таблицами социально-эмоционального развития в антогенезе, которые в данный момент представлены на слайдах. В диагностическом обследовании социально-личностной сферы в начале 2019-2020 года приняло участие 63 ребенка с расстройствами аутистического спектра. Из диагностированных ребят 5 человек находились в возрасте от 0 до 3 лет, 21 ребенок относился к возрастной категории от 4 до 6 лет, 37 человек составляли группу в возрасте от 7 лет и старше. Диагностика проводилась командой наших специалистов. Методы, которыми мы пользовались, это были наблюдение за поведением ребенка, спонтанные его действия. Мы смотрели за детьми в предлагаемых играх и, конечно же, мы беседовали с родителями. Ведь мы понимаем, что больше информации владеют родители, а не специалисты. После того, как мы провели диагностику, провели собеседование с родителями, специалисты собираются на педагогические консилиумы, где... Друзья, кто с нами, напишите, пожалуйста, меня слышно ли и видно, потому что почему-то Ульяновская область по техническим каким-то причинам отключилась. Отлично. Хорошо. Ну, я дам коротко тогда информацию по поводу роликов. Действительно, система Мерополис, она, несмотря на все наши предосторожности, все-таки не выдерживает даже коротких фрагментов видео. Тем не менее, я все-таки попросил, чтобы наши технические специалисты продолжали включать ролики, потому что они, собственно говоря, иногда дают очень четкое понимание того, что происходит. Как мы говорим, в таком случае лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну, вот пример тому, это ролик по детскому саду, как раз где представлен был опыт работы с отдельными детьми, вот эти вот кейсы, и могло бы сложиться ложное впечатление о том, что в детском саду проводится, как в ППМС, например, в центре, в большей степени работа в рамках индивидуальных занятий, если бы мы не посмотрели заедающий, но зато очень показательный ролик о том, каким образом включены ребята с аутизмом в групповую работу, и увидели бы, да, что это действительно дети с аутизмом, с их специфическими особенностями, и что действительно возможно такое включение в группу на определенном этапе. Поэтому мы сейчас, конечно, промониторим, какие ролики можно отложить, а какие показать, но они, конечно же, показательные, поэтому даже если чуть-чуть заедает, все равно мы будем иногда их включать. Ну, и мне очень радостно, что Ульяна... Павел Валерьевич, вы скажите, пожалуйста, вы вообще слышали Марину Вадимовну, или нам предложите ей снова выступить? Мы не знаем, когда вы отключились. Вы знаете, не совсем снова, но вот вводная часть, да, она прошла, мы поняли, как работает организация, и после ролика вот еще, наверное, минуты две был текст. А потом, когда пошла уже информация непосредственно о технологии работы, вот на этом мы уже, наверное... Уважаемые коллеги, просим прощения за технический сбой. Сейчас мы с того момента начнем. Откуда вы нас потеряли? Вот этого мы еще не видели. Вот, насколько я помню, мы не видели еще слайд и предыдущий. Хорошо, мы сейчас начнем с начала. Мы понимаем, что социально-личностная сфера у детей как бы является проблемным аспектом. В нашей деятельности в региональном ресурсном центре мы проводим коррекционно-образовательный отдел регионального ресурсного центра ежегодно проводят занятия со 150 детьми с расстройствами аутистического спектра. У нас в центре работает команда специалистов. Деятельность коррекционно-образовательного отдела предполагает как индивидуальные занятия, так и занятия в микрогруппах. Специалистами созданы и разработаны адаптированные дополнительные общеразвивающие программы для детей разных возрастов. Вы сейчас их у себя видите на экране, я не буду их перечислять. Когда у нас дети поступают к нам в ресурсный центр, мы проводим первичную диагностику, обследование для оценки социально-личностного развития ребенка. Разделы и показатели диагностики представлены сейчас на слайде. По всем этим параметрам мы просматриваем наших детей и сравниваем их с таблицей социально-эмоционального развития в антогенезе, которую вы видите сейчас у вас на экране. Она разделена по возрастам. В диагностическом обследовании социально-личностной сферы в начале 2019-2020 учебного года приняло участие 63 ребенка с расстройствами аутистического спектра. Из диагностируемых ребят 5 человек находилось в возрасте от 0 до 3 лет, 21 ребенок относился к возрастной категории от 4 до 6 лет, 37 человек составляли группу в возрасте от 7 лет и старше. Диагностику проводила команда специалистов. Это педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, инструктор АФК. Методы, которые мы использовали в нашей диагностике, это наблюдение за поведением, спонтанной деятельностью ребенка. Мы его смотрели в игре. Конечно же, большую роль в нашем обследовании занимали беседы с родителями. Как мы знаем, родители больше знают о своих детей, чем специалисты на первом обследовании. После сбора информации специалисты собирались на психолого-педагогическое консилиум, где обсуждали результаты полученной диагностики и разрабатывали индивидуальные программы развития социально-личностной сферы. Определяли цели и задачи. Цели программы – развитие эмоциональной волевой сферы, формирование произвольной регуляции поведения, активация коммуникативной сферы. Результаты входной диагностики показали следующее, что большая часть детей с расстройствами аутистического спектра обладает низким уровнем социального развития. Ребенок социально некомпетентен или социально дезадаптирован. 45% составил такой показатель. Либо имеет средний уровень социального развития – это 38% детей. Ребенок социально не уверен. И лишь малая часть детей – это 17% с высоким уровнем социального развития. Ребенок социально уверен. Мы не можем в рамках нашего мероприятия рассказать о всех детях, которые занимаются в нашем ресурсном центре с особенностями в развитии. Остановимся на трех примерах. Первый ребенок, который мы хотели представить вашему вниманию – это девочка Настя. На момент обследования ей было 3 года 1 месяц. Сейчас на экране вы видите диаграмму, которая свидетельствует о том, что у Насти мы видим здесь квадратики разных цветов. Есть и желтый цвет, и зеленый, и красный. Зеленый цвет означает, что навык сформирован. Желтый цвет – что навык частично сформирован. И красный цвет означает, что навык не сформирован. Мы видим, что больше всего здесь, конечно, желтого и красного цвета. Ребенок маленький, и навыки не сформированы. Из диаграммы мы видим, что у Насти формируется способность к эмоциональному отклику. Настя очень эмоциональная пришла к нам. Она плакала, не спускалась с рук папы, который приводил ее на занятия. Она могла осуществлять простые манипуляции с предметами. Все кидала. Попадала иногда в нас, как специалистов, в папу. У нее формировались активные способы воздействия на поведение окружающих. Она не хотела ходить к нам на занятия на первых наших встречах. Боялась нас, поэтому устраивала истерики и смотрела, как мы на это все реагируем. Начинала реагировать на мимику и слова взрослого. Смотрела на нас и на папу, как мы на все это реагируем, что мы делаем. Начинала присоединяться к простым социально-коммуникативным играм. Это было по словам родителей. Этого мы не могли увидеть на своих первых занятиях, когда проводили диагностику. Повторяла движения взрослого. Не могла словами или звукосочетанием обозначить различные эмоциональные состояния. Она просто кричала у нас и плакала. Не реагировала на других членов семьи. В их семье есть еще брат. У нее они двойняшки. Она не воспринимала своего родного брата. Воспринимала только папу и маму. Была в постоянной конфронтации со своим братиком. Не оставалась больше ни с кем дома. Не осознавала своего физического «я». И не могла оценивать свои эмоции. Из 54 возможных баллов ребенок набрал 19. Хотела бы отметить, как мы посчитали эти баллы. Если навык был сформирован, мы ставили ребенку 2 балла. Частично сформирован – это 1 балл. И не сформирован – это 0. Поэтому у нас при подсчетах получилось, что Настя набрала 19 баллов. Уровень развития социально-личностной сферы Насте составил 1 год и 3 месяца. И мы видим, что у нас здесь получилась разница в возрасте физиологического с тем возрастом, который получился у нас при подсчете. Исходя из уровня ближайшего развития Насте, мы поставили следующие задачи. Обучить простым социально-коммуникативным играм, чтобы Настя играла не только дома с мамой и папой, но могла играть в эти игры на улице, у нас в ресурсном центре и в садик, в который она пошла. Формировать положительный отклик на педагога, войти с ним в контакт и эмоционально на это реагировать. И обучить имитации. Обучение. Хотелось бы остановиться на том, что материалы для занятий для всех, без исключения детей, подбираются индивидуально. Мы должны понимать, как ребенок воспринимает те или иные предметы, те или иные наши материалы. Есть дети, которые не воспринимают картинки, им необходимо дать предмет объемный. Есть дети, которым необходимо, чтобы эти предметы были под определенным углом, или чтобы они на них смотрели под определенным углом. Следующий момент, это когда мы обучаем каким-то, например, цифрам, как представлено на слайде, то мы это подкрепляем еще каким-то другим стимульным материалом. Также у нас и имеется система подкрепления, она также индивидуальна для всех. Одни дети реагируют хорошо и уже обучены жетонной системе поощрения. Другие дети хотели бы поиграть в какие-то волшебные игрушки, которые также представлены на слайде, какие-то сквиши, которые сейчас очень пользуются большой популярностью среди детей, которые очень приятны на ощупь. Их можно помять и поперебирать в ручках. Это какие-то такие игры, как, например, телескоп или юла, и такие вот игры, которые плюются какими-то волшебными шариками, когда ребенок что-то не предполагает, что случится, а это происходит неожиданно. Также наши дети радуются мыльным пузырям, воздушным шарам или каким-то телесным контактам, которые мы можем предоставить им. Ну вот для некоторых детей даже простые карандаши явились большим стимулом для того, чтобы заниматься и взаимодействовать с нами. Первый метод, о котором я бы хотела рассказать, который мы использовали в работе с Настей, это метод пескотерапии. Хотела отметить, что не для всех детей с расстройствами аутистического спектра этот метод может подойти, так как многие дети очень разборчивы в тактильных ощущениях. Этот метод будет подходить только тем детям, которым эти тактильные сенсорные ощущения очень приятны. Мы выяснили, что Насте песок очень нравится, и она с удовольствием включилась в работу со специалистом на интерактивной песочнице, которая сама по себе может включить в себя не только песок, но и звуковые эффекты, и, конечно же, эффект такой, когда мы на поверхности песка можем своими руками формировать ландшафт той местности, которую мы делаем. Насте это очень все понравилось, мы начали в интерактивной песочнице, мы установили контакт с Настей в интерактивной песочнице, вы видите, какие эмоции начали вызывать у Насти благодаря взаимодействию с песком. Мы начали разыгрывать в песке небольшие сказки, подключали туда уже более взрослых детей, более высокофункциональных. И к концу наших занятий Настя вместе с ребятами начала проговаривать фразы за героев этих сказок. Чем очень обрадовало и специалистов, конечно же, родителей. Следующий этап нашей работы – это обучение социально-коммуникативным играм. Мы стремились повторять движения взрослого, повторять позитивное впечатление о взаимодействии со взрослым. Конечно, мы начали с простых игр, это ку-ку, идет коза рогатая, ладушки, много других, я надеюсь, вы знаете, коммуникативных игр. Сначала специалист показывал это на себе, закрывал себе глаза, потом открывал, произносил слова этой игры, потом закрывал своими ладошками глазки Насти, потом открывал, говорил, нашла Настю, потом мы уже включили в нашу игру волшебный платочек, когда закрывала сначала педагог себя, а потом переходила на Настю нашу. И в конце вы видите, как замечательно Настя реагирует, когда педагог снимает платочек с головы Насти и говорит, нашла, нашла. И у Насти мы видим такую неподдельную реакцию, эмоцию, когда она очень весело нам всем улыбается. Также мы Настю обучали имитации, соблюдали правила от простого к сложному, от взрослого к ребенку. Мы имитировали, начинали имитацию, как вы видите, с движения каких-то частей тела, здесь представлено, что мы имитировали ладушки, да, потом параллельно имитация происходила, потом мы включали другого ребенка, чтобы навык у нас был генерализован. Простите, пожалуйста, следующий ребенок, которого мы хотели бы вам представить, это Матвей. На момент диагностики его возраст составлял 6 лет 2 месяца. Вы видите диаграмму, которая была построена на основании диагностики. И здесь мы видим, что два цвета превалируют, это желтый и красный цвет. Все навыки, большинство навыков частично сформировано, небольшое количество навыков сформировано, не сформировано. Но хотелось бы отметить, что многое, о чем мы в начале нашей диагностики тестировали, мама говорила, что он это умеет. Но, к сожалению, специалистам в диагностическом обследовании ребенок этого показать не смог. Поэтому мы объяснили маме, что мы не можем здесь сейчас поставить, что этот навык сформирован, он должен быть генерализирован, чтобы можно было и в детском саду потом его увидеть, и дома, и где-то в каких-то других местах. Из диагностики мы видим, что Матвей проявляет интерес к людям за пределами семьи. Он очень такой общительный молодой человек, который с удовольствием может подойти к другим людям и с ними вступить в какой-то контакт. Стремится к общению, испытывает привязанность к взрослым из близкого окружения. Он очень привязан к маме, но может остаться и с бабушкой, и с дедушкой. Пытается овладеть определенными действиями без помощи взрослого. Он хочет быть у нас самостоятельный, но у него не всегда это получается. Проявляет способность к собственным подвижным играм с правилами. У Матвея формируется знание о своем физическом «я». Он не осознает связи между событиями и эмоциями. Он не может понять, когда мама болеет, почему она не может с ним поиграть в те игры, которые играет постоянно. Не реагирует на критику, не корректирует свое поведение в зависимости от ситуации. Это та же ситуация, что мама болеет, а мы все равно кричим, веселимся и не понимаем, почему же его в этой ситуации не поддерживают. Матвей набрал 31 балл из 90 возможных. Уровень развития социально-личностной сферы составил 2 года 3 месяца. Исходя из уровня ближайшего развития, мы поставили следующие задачи. Формировать знания о своем физическом «я», развивать мелкую моторику и навыки самообслуживания, научить играть в игры с переходом хода и адекватно реагировать на успех и неудачи в игре. Мы воспользовались методом видеомоделирования для того, чтобы создать у Матвея понимание собственного тела, чтобы он воспринимал, что Матвей состоит из головы, рук, туловища, ног и других частей тела. На нашей видеопанели мы демонстрировали части тела ребенка, потом переносили это на нашего Матвея. Он показывал, например, голову или руки на нашей видеопанели, потом говорил, а вот мои, показывал ручки, мог показать на мне, например, и я спрашивала, а где у меня. И тем самым мы закрепляли эти навыки. И, конечно же, у нас возникало понимание собственного тела, это я, и у меня есть руки, ноги и голова. Конечно, это все очень проходило эмоционально. Оказалось, что и наша интерактивная песочница, и наша интерактивная панель являются очень мотивационными стимулами для работы с детьми. И они с удовольствием играли в эти игры. Мы использовали в работе с Матвеем Монтессори терапию, которая способствует переходу детей с рас на более высокий уровень социального, личностных отношений, чтобы обучить необходимым в практической жизни навыкам, таким как застегнуть одежду, зашнуровать свои ботинки, застегнуть липучки на своих сандалиях. Мы воспользовались такими панелями, на которых уже было смоделировано замочки, ленты, пряжки, и учили Матвея пользоваться сначала на панели, а потом переносить эти навыки уже в жизнь. Хочу сказать, что было очень трудно нам обучать Матвея этим принципом, потому что у него это не очень хорошо получалось. Но мы входили с ним в такой контакт. Мы говорили, сначала мы с тобой позанимаемся, когда ты застегнешь наши волшебные панели, а потом ты поиграешь на интерактивной песочнице или с интерактивной панелью. Матвей вступал с нами вот в такой вот предложенный компромисс, и мы в конечном итоге, как вы видите уже на слайде, обучили его самостоятельно одеваться и обуваться. Конечно, мы обучали Матвея игре с переходом хода, потому что в детском саду он подбегал к детям, начинал как бы встревать в их игры, хватал все фишки или бочонки в лото, и не понимал, почему же дети от него уходят. И мы начали обучать ребенка игре, используя следующие подходы. Как вы видите на экране, мы разделили стол малярным скотчем на две части, чтобы определить, что это как бы пространство педагога, а это пространство Матвея, что за эту ленту мы не можем заходить. Потом мы ввели такое расписание визуальное, которое вы видите тоже. Сначала я, потом ты. Мы даже приглашали фею, которая немного придерживала нашего Матвея от хода, который не должен был он сделать. Когда мы все это сделали, вы видите на экране, что Матвей с педагогом начал хорошо играть в лото и ждал в своей очереди. После этого этапа мы начали включать других детей и уже разыгрывали эту игру педагог и двое ребят. Следующий ребенок, которого мы хотели предоставить, это Леонид. На момент диагностики ему было 8 лет. Вы видите, что на диагностике, что здесь есть навыки, которые сформированы, есть навыки, которые частично сформированы и большинство навыков, которые не сформированы у ребенка. Из диагностики мы видим, что Леня испытывает привязанность к взрослым, из близкого окружения, пытается использовать движения, жесты, которые повлияют на поведение другого человека. Но для того, чтобы я перестала говорить, он мне закрывал ладонью рот. Для того, чтобы я ему что-то дала, он меня тянул к тому предмету, который он хотел от меня получить. Он нуждается в эмоциональной поддержке взрослого постоянно. Он хотел, чтобы мы его хвалили, одобряли все его действия, не понимал, что некоторые действия нельзя делать, нельзя так себя вести. У него формировалось понимание «я как личности», формировалось отношение к своему месту и роли в группе. Из 114 баллов мальчик набрал 48. Уровень развития социально-личностной сферы составил 3 года 4 месяца. Исходя из этого, мы поставили следующие задачи. Сформировать понимание «я как личности», формировать навыки самообслуживания, формировать положительный отклик на педагога. Какими методиками мы пользовались в своей работе? Первое, для того, чтобы создать понимание «я как личности», мы взяли такую методику, как создание книги своими руками «Все обо мне», которая помогает ребенку сформировать свое место и роль в семье, повысить его самооценку, создать возможность для развития речи, навыков, мелкой моторики. Книга – это та самая история, которая про меня, про конкретного ребенка. В эту книгу мы помещаем фотографии ребенка. Эту страничку мы назвали «Привет, это я», «Мой день рождения». Туда поместили мы фотографии с тех дней рождения, которые выбрал сам ребенок. «Я и моя семья». Здесь мы наклеили фотографии мамы, папы, самого мальчика, бабушек и дедушек, и тех значимых людей из семьи. Это были его двоюродные братья и сестры, с которыми он постоянно общается. «Я и моя школа», «Я и мой детский сад». «Что я люблю», «Что я умею». Как вы видите, вот все эти направления, это как бы все говорит о том, что интересно ребенку, где он живет. Вот, например, благодаря созданию страницы «Я и моя семья» мы могли выбирать из представленных родителями фотографий те, которые были наиболее значимы для ребенка. Потом ребенок мог рассматривать семейный альбом, находить там себя, своих родителей, своих ближайших родственников. Страница «Я и моя школа» здесь мы хотели показать ребенку, какое количество людей его окружает, и что они все добрые, доброжелательные. Там, конечно, были его педагоги, и он на занятиях. «Что я люблю» – это те самые мотивации, которые работали на наших занятиях. Об этом мы там и рассказали. «Что я умею» – на этой странице мы писали все то, чему мы научались в течение всей нашей работы. И каждый раз эти страницы заполнялись все больше и больше, и книга становилась не только дорога нам, как специалистам, потому что мы очень много времени потратили, но и ребенку, потому что она была сделана своими руками. Следующая технология, которая также формировала понимание «я» как личности, это была «я-концепция». она как бы формировалась на занятиях по адаптивной физической культуре, когда инструктор все слова ребенка совместно с ним, а иногда и сам проговаривал «я ползу», «я залезаю», «я качаюсь», чтобы ребенок понимал, что он делает в данный момент жизни, тем самым мы расширяли словарный запас ребенка, как вы видите, глагольными словами. Следующий метод, который мы взяли в работе с Леонидом, это был метод арт-терапии, рисования, техники ибру. Наш молодой человек очень талантлив, очень любит рисовать, но не всегда у него это получалось. С нами случались следующие смешные такие истории. Матвей рисовал радугу, Леонид, прошу прощения, рисовал радугу акварельными красками, и вся эта палитра смешалась в один цвет. Он рисовал круг, но решил, что он недостаточно круглый, и все это приводило его в печали и в замешательство, поэтому он очень реагировал бурно по этому поводу. Тогда мы решили, что ребенок очень любит рисовать, давайте попробуем работать в другой технике. И начали работать с ним в этой замечательной технике. Рисование на воде – это такой полет фантазий, без каких-то запланированных результатов. Рисунок всегда получается, но мы никогда не можем его повторить, он индивидуален здесь и сейчас. И, конечно же, что самое главное для нас оказалось, что в этой технике ничего непоправимого нет, и что мы можем быстро все исправить. И это нам очень понравилось. Конечно, мы получали большие положительные эмоции от ребенка. Вы видите, какие рисунки совместно с педагогом они делали. Конечно же, наш коррекционно-развивающий процесс не был бы такой эффективной, без параллельной работы с родителями и их помощи своим детям. Специалисты в своей работе постоянно привлекали родителей, показывали те методики, те технологии, которыми они работали с детьми в ресурсном центре. Ведь мы знаем, если будет работать только специалисты на индивидуальных или групповых занятиях, а не будет продолжения дома, то этот навык не будет закреплен, не будет генерализован. Поэтому мы просили наших родителей продолжать те игры и те технологии, которые мы вводили в занятиях со своими детьми дома. Мы устраивали очень много различных мастер-классов. Мы собирали родителей в небольшие микрогруппы, где рассказывали им и делились современными технологиями и методиками, которые очень успешно применяются во всем мире. И в течение года нами проводились диагностические срезы. Если мы не видели положительную динамику в работе с детьми, то методы и приемы, которые мы применяли, они пересматривались. Вот сейчас на вашем слайде вы видите, что сравнение входную диагностику и итоговую нашей девочки Насти. И мы видим, что ее возраст сформированности навыков вырос и составил 2 года. Следующая диаграмма диагностика – это Матвей. И также мы видим, что уровень сформированности навыков его также вырос. Также мы видим и положительную динамику Леонида. После прохождения курса коррекционно-развивающих индивидуальных или групповых занятий у ребенка происходит исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений. Стимулируется дальнейшее продвижение ребенка посредством совершенствования приобретенных умений. Формируются эмоционально-волевые личностные качества, навыки социального адаптации. Хотелось бы сказать, что та работа, которая была проведена сейчас перед вами на экране, сравнительная диаграмма. И мы видим, что низкий уровень развития навыков социально-личностной сферы уменьшился. Средний увеличился, ну и немного повысился высокий уровень. Условия успешного социально-личностного развития ребенка с РАСС. Конечно же, это не только индивидуальные занятия и занятия в микрогруппах, но это включение наших детей в утренники, концерты, спортивные эстафеты, конкурсы, вечера, мастер-классы, которые проводят региональные ресурсные центры, но и те мероприятия, которые проводятся в образовательных организациях, которых дети посещают. Вы видите, что за небольшой промежуток времени мы смогли создать небольшой музыкальный ансамбль. И один из детей не мог даже заходить к нам в кабинеты на начальных этапах, а здесь он с удовольствием играет для своих верстников, родителей и приглашенных гостей. Вы видите такие непосредственные эмоции, которые испытывают дети на наших мероприятиях. Мы также приглашали на наши праздники аниматоров, с которыми дети замечательно взаимодействовали. Успешность развития и социальной адаптации ребенка с раз определяется наличием индивидуальных коррекционных планов и программ. Хотелось бы отметить, что через региональный ресурсный центр прошло более 200 детей, и ни одного из них не повторилось. И нельзя сказать, что вот мы знаем, как можно работать, но каждый раз мы пробуем и индивидуализируем нашу программу. Специальное оборудование, специальные методики, дифференцированный подход, конечно же, без творческих и профессиональных специалистов также невозможно было бы достигнуть положительной динамики в преодолении нарушения развития наших детей. Хотелось бы также отметить, что наши такие небольшие шаги поступательные в этом направлении работали благодаря тому, что специалисты ставили конкретные и четкие задачи в своей работе. Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо, Марина Вадимовна. Я хочу задать вопрос, который поступил в чате очень быстро. Ответьте, пожалуйста, интересуется, после курса коррекционно-развивающих занятий, что получают родители? Спасибо за вопрос. После того, как ребенок прошел коррекционный курс, родителям мы рассказываем о результатах диагностик, которые мы проводили, и даем такие характеристики, в которых указываем направление дальнейшей работы. Если же ребенок остается с нами, то мы продолжаем их. Если же ребенок больше не может посещать наш ресурсный центр, то такие небольшие рекомендации мы даем конкретно специалистам, которые будут работать, продолжать нашу работу специалистов регионального ресурсного центра. Спасибо, Артур Валерьевич. У нас есть возможность продолжить работу по вопросам в чате? Или мы ограничены во времени из-за той технической задержки? Давайте ответим еще на один вопрос. Да, хорошо. Посмотрите, вот интересный поступил вопрос. Чувствуется, что здесь боль педагога, потому что она говорит, я работаю с детьми с раз, с интеллектуальным нарушением, первый класс. В классе 5 обучающих. Мы понимаем, значит, эти дети с множественными нарушениями, дети с поведенческими нарушениями. Поскажите, пожалуйста, где можно изучить материалы, подходы и коррекции поведения к обучению? У вас очень большой опыт, Марина Владимировна. Поскажите, человек. Как уже говорилось, что мы начали обучаться, приехав в Москву, в Кашонкин луг. Там получили свои первые знания об детях с расстройствами аутистического спектра. Также наш региональный ресурсный центр взаимодействует с организацией «Наш солнечный мир». Мы очень дружны со специалистами, которые там проводят занятия. Мы неоднократно приезжали к ним в гости. Обмениваемся опытом, обучаемся у специалистов международного уровня, поведенческому подходу Юлии Михайловны Эрнс. И, конечно же, постоянно в своей работе используем тот большой багаж знаний, которые находятся на сайте Федерального ресурсного центра. Это большая копилка, которую создали специалисты, которые можно применять в своей работе. Спасибо, Марина Владимировна. Артур Валерьевич, что-то хотели, да, сказать? Я хотел бы отметить тот замечательный характер подачи материала, который был, то, что называется, из ваших уст. Действительно, мне кажется, вам удалось до нас донести именно систему работы, которая применяется в вашей организации. И мне очень понравилось то, что наглядно, как мы начинаем с диагностики, после этого переходим к вопросу формирования индивидуальных программ. И вот что, конечно, очень здорово, и, мне кажется, опять же-таки, повторюсь, получилось, это то, что мы увидели конкретно, при помощи каких методик и каких техник, каких конкретных способов работы вам удается достигнуть запланированных результатов. Мне кажется, вот, имея в виду наш практикоориентированный характер семинара и всех тех мероприятий, которые мы от ФРЦ стараемся проводить, вот такой стиль подачи материала, он, на самом деле, просто необходим для практик, которые с нами вместе. Вместе с тем, я хотел бы задать один вопрос. Он касается опросника. Мы видим, что вы пользовались каким-то опросником, либо авторским, либо уже известным, но я не нашел в презентации упоминания о том, где его можно найти, какие авторы у этого опросника, или он разработан лично вами. Можно на эту тему два слова? Артур Валерьевич, это как бы такой микс из всего, что мы смогли со специалистами найти и как бы сформировали вот тот опросник, который у нас есть сейчас. Как бы за основу мы взяли таблицу вот в онтогенезе, сформированности навыков. Ну, это замечательно, потому что каждый специалист, когда к чему-то приступает, если у него нет инструмента оценки того же социально-личностного развития, то, в принципе, нет возможности простроить ни одну индивидуальную программу. И мне кажется, что если в этой области есть какие-то наработки и созданы такие простые инструменты, которые позволяют отследить вот эти вот показатели развития, то есть смысл, наверное, это как-то обнародовать в виде методических пособий, каких-то, может быть, опубликованных материалов. Ну, собственно, у меня все. Спасибо большое. Спасибо большое, Артур Валерьевич. Мы продолжаем работу, и, конечно, как мы всегда говорим, что мы не видим результата, если не будет комплексного подхода. Поэтому мы очень рады, что сегодня с нами партнеры, и слово предоставляет, представляет мастер-класс Пальшинцева Ирина Борисовна, главный врач детской специализированной психоневрологической больницы номер один по теме реализации технологий медицинской реабилитации, как необходимые условия от социализации ребенка с расстройствами аутистического спектра. Включите, пожалуйста, видео. Спасибо. Артур Валерьевич. Давайте мы приступим сразу к презентации, а потом в конце выступления попробуем... Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги, потому что мы все коллеги, мы работаем с детьми, и поэтому здесь нет специалистов других, кроме тех, которые работают с детским возрастом. Наше учреждение работает более 30 лет, проводит лечение и реабилитацию детей в возрасте от 0 до 18 лет. Это пациенты с заболеваниями нервной системы, когнитивными нарушениями, наследственными заболеваниями, в том числе и дети с рас. Так сложилось, что в 1989 году по инициативе родителей детей инвалидов, в том числе и дети с рас, попросили руководства региона о создании реабилитационного городского центра для таких детей. Нам было предложено здание 350 мест, детского сада со спортивным залом, бассейном, музыкальным залом. И мы вынуждены были разместиться в таком здании, потому что в тот момент, вы понимаете, была особая экономическая ситуация. И до сих пор находимся в этом здании, на территории которого есть и детские площадки, и игровые комплексы, и зеленая зона, и так далее. И дети к нам приходят в детский сад, а не в больницу, несмотря на то, что многих пугает психоневрологический профиль. Мы занимаемся в основном лечением и реабилитацией детей с нарушениями нервной системы и когнитивных функций. Хотелось бы еще сказать, что больница имеет 30 коек стационарного лечения, в том числе и для родителей с детьми. У нас есть палаты двух-четырехместные для размещения мать и дитя, где находятся родители либо официальные представители с ребенком, имеющим определенные ограничения в развитии. 95 мест дневного стационара по медицинской реабилитации для детей с заболеваниями ТНС и опорно-двигательного аппарата. И консультативно-диагностическое отделение на 35 посещений и смену, в которых участвуют 10 специалистов. Особенностью является работа команды по определению функциональных резервов, адаптивных возможностей ребенка и разработка программы оздоровления медицинской, психолого-психологической реабилитации и социализации. В первичную диагностику и профилактику заболеваний у детей группы риска ТВЗ разной степени выраженности и медицинскую реабилитацию детей и инвалидов с психологией нервной системы и в том числе РАС мы включаем такое понятие, как определение того статуса, с которым пришел ребенок. Для этого проводится определенная диагностическая манипуляция, это УЗИ органов и систем, в том числе брюшной полости, потому что мы знаем с вами, что есть особенности в приеме пищи у детей с ограниченными возможностями. Нервизуализационные методы исследования это электроэнцефалография, в том числе с видеомониторингом, для исключения других состояний, судорожных состояний или каких-то других состояний, нарушения сна у ребенка. Проводится аудиометрия, потому что зачастую нам приходится направлять этого ребенка к специалисту, который есть в сценарии, это офтальмологу, отоларингологу, для исключения патологии органов чувств, чтобы не пропустить данную патологию и чтобы вовремя, если она есть, ее скоррегировать, либо направить по другому маршруту реабилитации или абилитации. Кроме того, проводится психологическое, логопедическое и педагогическое тестирование детей по утвержденным методикам, методики утверждены и методические рекомендации, это стандарты, которые утверждены приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации в зависимости от нозологии, которая есть у ребенка. Но это золотой стандарт, поэтому я не буду на нем останавливаться, мы движемся дальше. Особенностью больницы еще является то, что вот на сегодня, в 2020 году, мы отрабатываем модель оказания помощи детям с ограниченными возможностями, в том числе и с РАС, по президентскому гранту «Ангелы нашей жизни». В рамках этого гранта мы провели уже вместе с областной детской клинической больницей и кабинетом Кантамна, за который был создан, где ведется реестр таких детей, и оказывается консультативная помощь и диагностическая. 12 выездов в муниципальные районы области и 5 дистанционных телемедицинских консультаций разных специалистов. Вы видите на фотографии, это было связано с тем, что во время ковида мы не смогли выезжать в районы, в связи с тем, что были высокие вспышки заболеваемости. Хотелось бы также сказать, что в настоящее время у нас существует главный подход в реабилитации детей с ОЛЗ, это комплексный медико-психолого-психологический подход. В команде мультидисциплинарной работает 15 специалистов. Это и врач-невролог, и врач-психиатр, и клинический медицинский психолог, педагог, логопед, врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, психотерапевт, педиатр, врачи функциональной диагностики, врачи УЗИ и проведя полное обследование ребенка при поступлении его в учреждение, планируется и формируется тот план реабилитации или лечения, который необходим конкретному ребенку, то есть он индивидуальный. Я еще раз повторю, что дети приходят в зависимости от тяжести и находятся на лечении обязательно в присутствии родителей или официальных представителей. Мы имеем очень тесную связь с детскими домами, специально-репетиционными центрами, дошкольными учреждениями, школами, которые направляют к нам детей, если выявляют какие-то особенности в развитии, через участкового врача. Детские дома направляют самостоятельно, потому что у них есть в составе в статном расписании врачей, специалисты. И мы вместе оказываем помощь этим деткам. Если у ребенка с ОВЗ выявляются какие-то изменения, и необходимо, например, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации, либо в образовательный маршрут, об этом говорится родителям, официальным представителям, делается рекомендация в выписном эпикризе из медицинской карты пациента и направляется в те учреждения, где наблюдается ребенок. Поэтому у нас напрямую связь с медико-социальной экспертизой, в территориальном бюро, потому что по электронным каналам связи мы отправляем те выписки, которые необходимы для внесения изменений в ИПРА. И если это необходимо, то заключение психолога, логопеда, психиатра, невролога дается на руки родителям, и они уже идут либо по маршруту определения или изменения ИПРА, либо изменения уже настоятельно по психолого-медико-педагогическому комиссию для решения образовательного маршрута у ребенка. Кроме того, в учреждении имеется честная связь со школами, и ребенок, если он школьного возраста, с ограниченными возможностями развития, не прекращает обучение на время курса лечения, это от 14 до 24 дней, так как за нами закреплена, имеется соглашение с среднеобразовательной школой номер 73, откуда приходят педагоги и проводят занятия с нашими детьми, пока они находятся на курсе лечения. Хотелось бы также сказать, что мы тесно сотрудничаем с учреждениями культуры, и две библиотеки, которые расположены в территориальной близости от нас, это библиотека Пластова и библиотека для детей с ограниченными возможностями зрения. Они частенько приходят к нам, проводят тематические вечера, праздники, приобщают ребятишек к учебе и изучению, чтению. А также с нами сотрудничает детская школа искусства, авторская имени Александра Николаевича Додосова, которая помогает нам проводить многочисленные тематические праздники, вечера, развлечений, концерты. И детки всегда приходят с большим удовольствием к нам в больницу и помогают этим детям, общаются с ними, играют с ними, вовлекают их в свой творческий процесс. Хотелось бы сказать, что направляют, кроме лечебных учреждений, направляют еще учреждения, где находятся дети с ограниченными возможностями, такие как детские сады и школы. Я об этом говорила. У нас территориально находится школа-интернат для детей с ограниченными возможностями для детей с детским и церебральным параличом и несколько речевых детских садов, которые группами либо индивидуально направляют на курсовое лечение к нам в учреждении. По технологиям, которые имеются в больнице, я хотела бы отметить то, что дети раннего возраста, до года с шести месяцев, осматриваются в обязательном порядке психологом, логопедом, педагогом в присутствии родителей и проговаривается тот дефицит, который есть у ребенка, либо тот возраст, который на сегодня есть у ребенка в плане развития. В этом плане используется мюнхенская диагностика семейно-центровой реабилитации Хельбрюге, а также методики Губер и Бобот по подсказкам для развития ребенка. Учреждение, так как является реабилитационным, поэтому очень много у нас проходит физиотерапевтических процедур и светотерапии, электролечения, и магнитотерапии, лазеротерапии. Проводится массаж. Хотелось бы отметить, что если ребенок по каким-то причинам, по телесным ощущениям не может переносить данную процедуру, мы откладываем лечение и ребенок на следующий день пробуем либо с другим специалистом, либо частично. Например, проводится только массаж тех частей тела, которые ребенок допускает, чтобы это проводилось. По показаниям, соответственно. Очень хорошо детки, особенно СРАС, используют в кинезотерапии подвесную модульную систему. Это обучение навыкам телесно-ориентированного подхода. И также используется кинезиотерапия с тренажерами биологической обратной связью, механотерапия. Их очень много. Если ребенок, вот я говорила о том, что массаж не может контактный, используется бесконтактный массаж, гидротерапия и так далее. занятия проходят с детьми индивидуально либо малыми группами, если это уже не первый курс лечения. Наряду обычными методиками еще используются дополнительные методики. Это обучение навыкам ходьбы с использованием тренажеров ходунков либо подвесной системы на основе биологической обратной связи, войтотерапия и другие методики. На фотографиях вы видите их. Кроме того, очень часто у детей с рас нарушена ориентация, есть нарушение координат и движений, и мы используем легкие нагрузочные костюмы Атлант, либо Адель, либо Гравистад, в зависимости от возраста и дополнительных тех показаний, которые необходимы или при отсутствии противопоказаний. Очень широко используют у деток с ограниченными возможностями микрополяризация, это новый аппарат Полярис, потому что он точечно воздействует на те зоны головного мозга, которые отвечают за развитие когнитивных функций, либо речевых функций. Мои коллеги перед этим рассказывали о том, что очень много отставаний в развитии, особенно в речевом, и в этом плане этот аппарат очень востребован среди наших пациентов и пользуется доверием, потому что многие дети, прочувствовав один раз, мы пробуем, одеваем сначала шапочку, ребенок понимает, что это не страшно и дает уже заниматься с ним более конкретно. Хотелось бы остановиться на том, что, я не зря сказала бассейн, мы плаванию в бассейне обучаем детей с грудничкового возраста, уже прошли два чемпионата по грудничковому плаванию, детки с нарушениями в развитии великолепно себя чувствуют, в бассейне занимаются не одни дети, они занимаются либо с папами, либо с мамами, либо с бабушками, тем комфортнее ребенку, кому он доверяет, кого он любит, с кем он лучше общается. В том числе и проводятся индивидуальные занятия в бассейне, либо с инструктором, либо с мамой. По психолого-педагогическому сопровождению расскажет моя коллега, заведующая логопедно-психологическим отделением Абрамьяния Сильвира Ришат Уважаемые коллеги. Еще раз здравствуйте. У меня вот просьба коллегам из Ульяновска, здравствуйте, у меня большая просьба в своем докладе сконцентрироваться на тех аспектах, которые имеют прямое отношение к теме нашего семинара, к социализации. Да, мы все это поняли. Спасибо. Спасибо большое. Да, в связи с детьми. Да, просто Ирина Ирина Борисовна осветила в общем работу нашей больницы, а так как социализация, она никак не имеет места быть без лечебных процедур, да, то есть у нас детки приходят к нам на лечение, они любой организм, рано или поздно любой ребенок, любой человек рано или поздно обращается в лечебное учреждение, и то есть это своего рода тоже социализация посещения нашей больницы, принятие медицинских процедур, лечебных каких-то манипуляций, это тоже своего рода социализация для маленького ребенка, которому очень тяжело прийти в другое учреждение, абсолютно новое, где с ним что-то совершают, а детки с раз, они, ну, мы с вами знаем, очень тяжело адаптируются к новым условиям, поэтому задача педагогического отделения нашей больницы создать комфортные условия для того, чтобы все дети, в том числе и детки с раз, получили все необходимые медицинские процедуры. В нашем отделении работают психологи, логопеды и педагоги. Проводятся праздники, различные консультации детей, различные консультации родителей детей с раз. Очень много приезжают родителей с отдаленных районов Ульяновской области, с районных центров, которые не имеют возможности посещать те образовательные учреждения, которые выступали выше. И первичную помощь они получают именно в стенах нашей больницы. на данном слайде вы видите консультирование нашего медицинского психолога в кабинете медицинской разгрузки и психологии. Следом я хотела бы представить небольшой кейс на ребенка. Зовут его Владимир, возраст 5 лет, он посещает коррекционную группу, ребенок является инвалидом, справка от МСЭ от 28 мая 2019 года. При диагностике психологам было выявлено недостаточное развитие двигательных функций, низкая активность взаимодействия зрения и движения рук. При полной физической подсказке справляется с заданием. И психолог отметила, что негативного отношения к заданиям не проявляет. При попытке снизить интенсивность подсказки прекращает свою деятельность. Основной целью работы было формирование навыков соотнесения различия как невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности. Тут представлены две фотографии. Вкратце расскажу, что Володя приходил, был у нас на лечение два курса периодичностью полтора года. Самый первый курс он пришел, как рассказывает Кристина Васильевна, наш медицинский психолог, был очень осторожен, не заходил практически в кабинет без мамы. Потом постепенно на последнем уже путем конкретной работы психологических приемов Кристины Васильевны на последней фотографии вы видите, что ребенок пришел уже со своими игрушками. Он принес в пакете собачек, пупсиков, которые тоже они вовлекли в свою игру, кормили собак. Постепенно Володя привык к инструкциям кратким и спокойно уходил в кабинет на занятия без мамы. Продолжительность занятия у Володи с психологом составляет 40 минут. То есть ребенок 40 минут может находиться в удалении от мамы и спокойно себя чувствовать. Заканчивается занятие тоже спокойно без различных эмоциональных всплесков и эмоциональных переживаний. Ребенок заканчивает занятие, раскладывает все пособия по местам и спокойно выходит из кабинета. Существует преемственность между работой психологов и логопеда. Володя например если психолог начала работу с домашними животными, то логопед продолжает эту работу уже на своем занятии по этой теме, а педагоги на подгрупповом занятии продолжают эту тему также на своем занятии. Даются рекомендации родителям, маме. Мама очень ответственная, очень активная, она трепетно относится к своему ребенку, к выполнению всех занятий. После лечения в нашей больнице ребенок дальше идет в образовательное учреждение компенсирующего типа, дополнительно занимается с дефектологами, с аботерапевтами, и поэтому динамика наблюдается очень положительная. Молодцы. У нас используется широкое применение получило использование сенсорной комнаты в коррекции поведенческих и психологических отклонений и также когнитивных нарушений. Я не туда нажала. Так. Используется элементы арт-терапии на улице. Они проводятся иногда, если тепло, то проводится на улице. Детей это тоже забавляет, потому что не каждая мама позволит дома брызгать красками, рисовать пальцами, кисточками, ватными шариками. Групповое тематическое занятие с элементами арт-терапии вы видите на слайде. И тематическое занятие посвященное Дню Победы. Два ребенка на этой фотографии имеют в своем статусе расстройство аутистического спектра. Постепенно детки, когда они приходят на курс лечения, к сожалению, наш курс ограничен тремя неделями, 21 день, и не всегда дети сразу адаптируются к окружающей действительности и к новому лечебному учреждению, но мы стараемся не насильно ребенка привлекать к занятиям. То есть для нас самое главное, чтобы ребенок получил те лечебные мероприятия, те процедуры, которые ему прописаны, за которыми пришли они в наше лечебное учреждение. Если у него все складывается хорошо, он постепенно начинает посещать занятия. Музыкальное воспитание дошкольников, музыкальное занятие у детей разновозрастных групп. И также проводим праздники, как и говорили коллеги выше. Развитие речи у детей с ОВЗ тоже логопедические занятия. Мы стараемся проводить с ними. Как я уже сказала, в тесной связи между логопедами, воспитателями и психологами ребенок у нас получает хорошую динамику. Ну, как сказала Ирина Борисовна, средствами искусства мы тоже владеем. К нам приходят гости, праздники. Раз уж мы ограничены во время, я просто пролистаю быстренько. И за деятельность занимает собственная художественная деятельность детей. Дети на полу и на стене у нас стараются рисовать везде. Театрально-художественная деятельность, пальчиковый театр, гимнастика. То есть на тот курс лечения, когда детки приходят к нам, они не выключены настолько из режима дошкольного образовательного учреждения или младшей школы, которые посещают. Поэтому условия наиболее комфортны для них, нежели чем просто в обычной больнице. Музыкально-ритмические занятия. Спасибо большое вам за внимание. Я не буду останавливаться на опыте работы коллектива, но он колоссален. Я не могу больше ничего плохого сказать. У нас очень замечательное учреждение, которое работает в комплексе и в комплексе решает все задачи. Спасибо большое, Эльвира решетовна. И поступил в чат вопрос из конкретной Ирины Борисовны. Что подразумевается под инновационными формами работы межведа при взаимодействии с семьями, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья? Наверное, подразумевается расстройство и эластичного спектра в том числе. Спасибо. 2019 года открыт кабинет Катамнеза в областной детской клинической больнице, где в первую очередь отслеживаются дети группы высокого риска по развитию инвалидности либо каких-то ограничений в развитии. И это в основном дети с экстремально низкой массой тела, либо рожденные недоношенными, либо имеющие какие-то заболевания, которые прошли в период новорожденности. Не секрет, и я скажу вам, на сегодня очень много инсультов у детей, которые рождаются досрочно в связи с тем, что не совершенно сосудистая система и нервная система. И вот эта группа детей, она наблюдается в кабинете Катамназа областной детской клинической больницей специалистами и нашей больницей. Мы выезжаем в район области принатальный центр мамы, это областное учреждение, куда приезжают народы, самые тяжелые женщины во время беременности с угрозой прерывания беременности, либо с какими-то соматическими заболеваниями. и потом они разъезжаются по районам области, а мы выезжаем к ним, осматриваем на базе районных больниц этих мам, детей, выявляем ту патологию, которая необходима. И если необходимо в данный момент какое-то курсовое лечение, то ребенок госпитализируется либо в областную детскую клиническую больницу, либо к нам для прохождения курса реабилитации и дальнейшего введения, разрабатывается план введения. К сожалению, вот июль и август мы проводили дистанционные консультации, но они тоже были эффективны. Уже трое деток приехало к нам с мамами на реабилитацию после этих дистанционных консультаций. И вот такая модель отрабатывается, потому что кроме медицинской поддержки есть еще социальная поддержка. Данным семьям помогает у нас прошли обучение семь социальных нянь, которые могут пойти в эту семью и помочь маме в какой-то определенный момент побыть с ребенком, поухаживать за ним, тогда, когда маме нужно что-то сделать еще для семьи, для других детей, для других членов ее семьи, либо пройти какие-то обследования ей лично, не только ребенку. И там же работает психолог, который оказывает поддержку, потому что многие мамы не готовы, родители не готовы принять такого ребенка, больше всего не готовы услышать, что их ребенок в группе риска, и как с этим бороться, нужно помогать психологам. Вот такой инновационный метод мы пока пробуем год. Спасибо, Ирина Борисовна. Мы продолжаем работу, у нас, я так думаю, в чате есть еще вопросы, если останется время, мы их пообсуждаем, потому что время у нас ограничено. Доктор Валерьевич, продолжаем мастер-классы наши? Да, дело в том, что у меня тоже есть вопрос, большое спасибо коллегам за то, что они осветили свою работу, на самом деле, довольно подробно. Мне кажется, что очень ценно с точки зрения социализации детей с расстройствами аутистического спектра, вот эта форма работы, когда они имеют возможность на базе организации здравоохранения получить первичный опыт работы со специалистами, успешный опыт работы со специалистами, и мне кажется, что это важно с точки зрения, что если есть успех в этой работе, а курсы, они довольно короткие, на базе организации здравоохранения, как я понял, то в этой ситуации очень важно, чтобы был перенос вот этого успешного опыта в образовательной организации, куда дальше пойдет ребенок, ну, например, психолого-педагогические, медико-социальные центры, или, может быть, какие-то группы подготовительные, группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ именно в условиях уже детского сада. Ну, в данном случае я говорю о возможных вариантах, какие бывают и какие хорошо бы, чтобы применялись в России. И вопрос у меня относительно социализации вот какой. Дело в том, что вопрос, наверное, в первую очередь, Эльвира Решатовна, к вам, действительно, очень хорошая работа, да, такая, видно, что от души и качественная проводится в вашем отделении. Вопрос вот какой. Не секрет, что дети с расстройствами аутистического спектра с большим нежеланием заходят в кабинеты, в медицинские кабинеты к самым разным специалистам, да, и вообще с большим нежеланием и нежелательным поведением подходят к поликлиникам, больницам и другим похожим организациям. Вот, я думаю, что вы тоже сталкивались с этим и тоже видели таких детей. Вот, скажите, какие специальные приемы или работы или какие-то специальные условия вы создаете для того, чтобы ребенку в итоге было легче войти в кабинет врача, ну, там, например, в белом халате, и чтобы как-то его мотивировать вот на это. Есть ли какие-то маленькие хитрости со стороны специалистов? Спасибо большое за вопрос. Ну, как таковых хитрости нет. Единственное, белые халаты у нас не у всех специалистов, да, у нас и стоматологи работают, мы стараемся как-то более веселенькие костюмы приобретать, это что касаемо верхней одежды. Если бывают, да, бывают детки социализированные уже до нас, которые посещают образовательные учреждения, бывают, как я уже говорила, приехавшие с районных центров, когда ребенок до пяти лет сидел дома и, сами понимаете, развития никакого не было, социализации не было, была просто социальная депривация. И поэтому, оно, как правило, Ирина Борисовна тоже уже указывала на это, такие дети приезжают к нам с мамами. К сожалению, видеоролик не включили о работе нашей больницы там, как раз присутствовала мама с двумя детьми, приехавшая из дальнего уголка Ульяновской области. Она проживала у нас круглосуточно и с мамой вместе за руку ребенок постепенно, постепенно один ребенок оставался в группе, а второй уходил, один был полегче, а второй с мамой ходил на процедуры. В такие моменты, в тяжелые моменты, конечно, если ребенок не хочет, не желает получать какую-то медицинскую процедуру, то в первую очередь ставится вопрос следующим врачом, у нас вполне возможно заменить эту процедуру на более щадящую и подключается медицинский психолог Кристина Васильевна, она как-то вот своим обаянием, она своей добротой, она может подключить ребенка к прохождению этой процедуры. Если ребенок не заходит в группу, были и такие моменты, то просто он как сторонний наблюдатель стоит или сидит в стороне, наблюдает за тем действием, которое происходит в группе, за тем действием, которое совершает педагог, воспитатель, и на второе, на третье занятие он сам подключается. В этом нам тоже помогает и музыкальный руководитель. То есть вот эта половинка детского сада, она очень хорошо нам помогает, помогает и нам, и врачам, и детям. Спасибо, мы продолжаем работу. Спасибо, я думаю, что мы можем двигаться дальше. Хорошо, мастер-класс по теме реализации специализированных программ, направленных на формирование социальных и трудовых навыков подростков с расстройствами аутистического спектра представляет Нарьевская Ирина Николаевна, педагог-психолог, заведующая стационарным отделением Революционного центра подсумных системы социальной защиты. Видеоролик у нас не включится? Танцы и веселье на каждом занятии. Маленьким посетителям и невдомек, что прыгая, повторяя за педагогами и мамой движения, слова-песенки, они готовятся к одному из важнейших этапов своей жизни походу в детский сад. Круппа носит название «Игровая поддержка», а занятие «Круг», по которому друг от друга передаются хорошее настроение и базовые коммуникативные навыки. Главная цель научить ребенка слышать педагога и выполнять его простейшие просьбы. Дети здесь особенные. Кашка, пить! Кашка, пить! Скорее! Оптимизм, а вместе с ним и незаметный для ребенка процесс обучения и социализации должны стать нормой везде, и дома, и вне его. К этому специалисты готовы научить и самих родителей, ведь им тоже необходима помощь на непростом пути воспитания особых детей. В центре работают группы раннего вмешательства. Малыши от полутора до трех лет через игру, музыку, физическую нагрузку познают окружающими. В арсенале универсальные реабилитационные программы, рассчитанные на срок от четырех до девяти месяцев, занимаются в группах. С одной посещения центра каждый ребенок получает до пяти услуг, от образовательных до медицинских. Все с учетом нозологии маленького посетителя. В основном это поражение опорно-двигательного аппарата, чуть меньше синдром Дауна и ДЦП. Для детей с расстройством аутистического спектра программа реабилитации специализированная. Для этого в столице группа педагогов прошла курс обучения и тренингов. И вот, на протяжении уже трех лет центр ежегодно принимает 60 детей с диагнозом аутист. Игровая терапия и сенсорная комната все, чтобы вывести особенного ребенка на контакт. Показать, как богат и интересен мир живого общения, а реальность не враждебна. На достижение этой цели работает визуальное расписание. Ребенок с помощью специального планшета может отслеживать свой график занятий. Картинки, подсказки ведут по маршруту. Понятно, в какую дверь для чего заходить. Такая оптическая поддержка снижает у ребенка тревожность от нахождения в новом месте и в то же время учит его самостоятельности. И максимально освоить образовательное пространство в помощь лучшей практики со всего мира. Например, разработанная в Великобритании методика освоения математики. Два года работы программы в подсолнухе ее освоили более трех десятков детей. С сентября этого познавать азы математики начали еще 13. Один это один на четыре это форма пять. То есть здесь ты сразу видишь, что такое число пять. Найти, сохранить и развить компенсирующую функцию и обратить ограничения жизнедеятельности, возникшие в результате заболевания на пользу. Основная цель брод-ориентированной программы. Молодым людям от 18 до 35 лет могут предложить более 20 профилей. Информационные технологии, обработка текста, журналистика, картонажное, гончарное и столярное дело, актерское мастерство. Выбор большой, как и количество тех, кто желает освоить ту или иную профессию. Спрос в регионе на комплексные реабилитационные услуги большой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Репрессионная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра ведется в нашем центре с 2014 года. За этот период количество обслуживаемых детей данным нозологией увеличилось в два раза. На сегодняшний день реабилитационная программа проходит до 60 человек в год. С детьми работает команда специалистов. Это и педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, руководители физического воспитания, музыкальные руководители, специалисты по формированию функциональных возможностей воспитателей. Также наш центр активно сотрудничает с общественными организациями родителей, воспитывающих детей с рас. Несколько слов об основных направлениях реабилитации детей с аутизмом. В учреждении разработаны программы для детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Программа включает в себя коррекцию поведения, развитие бытовых навыков и формирование трудовых навыков, развитие речи и коммуникации, подготовку к школьному обучению, социокультурные мероприятия на базе учреждений города. В своем выступлении я сделаю акцент на социально-педагогической реабилитации детей с рас в условиях загородного летнего лагеря. В 2019 году организация отдыха и оздоровления детей с рас стала инновационным направлением для нашего региона. Центр впервые совместно с Ульяновской региональной общественной организацией инновационных социальных технологий АЭС организовал две специализированные летние смены для детей и их родителей на базе детского оздоровительного лагеря в туристической деревне области. В программе интенсивного курса участвовало 16 семей и 18 детей. Целью данной программы было расширение жизненных компетенций у детей с рас. Жизненные компетенции или навыки можно достаточно условно распределить по нескольким сферам жизнедеятельности человека. Прежде всего это навыки необходимые для самообслуживания, к которым в частности относятся умения самостоятельно есть, одеваться, пользоваться туалетом и прочее. Очевидно, что владение бытовыми навыками также необходимо для самостоятельной жизни человека. Самостоятельность в быту и в социуме возможна только при соблюдении правил безопасного поведения, поэтому формирование навыков личной безопасности также необходимо этим деткам. Для повышения качества жизни у детей важны компетенции, необходимые для социального взаимодействия как с другими людьми, так и для доступа к общественным ресурсам. Для полноценного общения ребенка необходимо уметь соблюдать правила, ждать свою очередь, разрешать конфликты сначала с помощью взрослого, потом и самостоятельно. Важнейшим навыком является способность контролировать свои эмоции, свои проявления, чувств, использовать копинг-стратегии. Развитые социальные навыки требуются также и для посещения общественных мест, столовых, кафе, кинотеатров, бассейна и прочее. В отдельную группу выделяются жизненные компетенции, необходимые для интеграции в школьную среду. Каким же образом мы пытались достичь этих целей? В первую очередь на это был направлен интенсивный режим дня лагеря, который предполагал включение детей и родителей в различные развивающие деятели. Во-вторых, это использование специальных методов и технологий работы. Использование метода игровой терапии дало возможность постоянной разминки, тренировки ребенка в эффективном контакте со взрослым, объединения их внимания. В игровой ситуации было легче внести эмоциональный смысл, а развитие сюжета позволяло расширить представление ребенка в окружающем мире, отвлекать его от привычных способов эффективной стимуляции и формировать интерес к жизненным событиям. В различной игровой деятельности создавались предпосылки для спонтанного произвольного поведения в целом иживания страхов и развития рейхи. На занятиях использовались различные игровые упражнения, направленные на развитие произвольного внимания, регуляции поведения, имитации и так далее. Кроме этого, такие занятия помогали нашим детям больше находиться в активной деятельности. Например, использование технологии круг позволило расширить способность детей видеть друг друга, объединить детей в совместной активной деятельности. Кроме этого, каждый день в лагере заканчивался итоговым кругом, который использовался для поощрения детей. Будь то за активность, за успех какой-либо деятельности, социально приемленное поведение, использование уже генерализованных видов поощрения для детей служили положительным подкреплением поведения. Дети с ожидали свою награду, внимательно служили, когда их хвалили, с удовольствием наклеивали свои поощрялки и дневнички. Ярким примером результата работы стал мальчик Даниил, который в течение первых двух дней смены не входил в общий круг, не отходил от папы, наблюдал за этими только издали. И постепенно мальчик начал сокращать эту дистанцию. Уже на четвертый день он встал в общий круг и начал входить в некоторые виды деятельности. А с седьмого дня Даниил оставался на занятиях со специалистами без папы и стал включаться в большее количество предлагаемых активностей. Для Даниила мы выявили повышающие мотивационные условия, которыми стали занятия спортом, участие в коллективных спортивных играх, плавании в открытом водоеме. В работе мы использовали методы альтернативной коммуникации, ведение визуального расписания, карточек ФЭКС помогали структурировать деятельность детей, снижать их тревожность и обучать их обмену карточки на желаемую действительность. Занятия коммуникативно-игровой деятельности способствовали развитию таких социальных навыков, как умение следовать простым правилам игры, ждать своей очереди, играть вместе, разрешать конфликтные ситуации приемлемым способом, наблюдать правила безопасности во время совместных игр, уметь выстраивать продуктивное сотрудничество, умение приемлемым способом выражать отказ от деятельности. Очень эффективны в работе с детьми были арт-терапевтические методы. Художественное эстетическое направление включало в себя занятия различной продуктивной деятельности. Живопись, оригами, пластилиновая живопись, подделки из природного материала для детей оказались необычными и интересными эти занятия с использованием сразу нескольких техник в одной работе. На одном листе бумаги могли сочетаться и аппликации пластилиновой живопись, рисование восковыми карандашами и красками. Это позволило нам включить в творческий процесс большее количество детей, когда одним детям нравилось рисовать красками, а другим работать с пластилином. В результате такого подхода дети смогли создать много творческих работ, что вылилось в организацию различных выставок по темам лошади, растительные миры, герои сказок и много других. Организация музыкальной деятельности занятий живопись, театральной деятельности облегчало вхождение детей в общую активность, помогало снижать количество стереотипей, проявление тревожности, эмоционального напряжения и способствовать раскрепощению и проявлению импотанности. Использование методов сенсорной интеграции позволило работать на расширение чувственного опыта детей с аутизмом, синхронизации восприятия сигналов из внешнего мира и внутренней среды на основе совместной деятельности ряда сенсорных систем, на снижение сенсорной чувствительности, совершенствование всех видов восприятия для обеспечения целостности картины мира. Сенсорной интеграцией детей и расширение представлений об окружающем способствовали специально организованные занятия и пешие походы по территории лагеря. Провести эти занятия нам помогали специалисты учреждений культуры областного краеведческого музея и дом музея Дети по-новому открывали для себя окружающий мир через активизацию основных видов восприятия. Было очень интересно смотреть, как дети впервые заслушивались стук дятла, кваканье лягушки, изучали флору, прикасаясь к деревне, нюхая травы, цветы, исследовали следы жизнедеятельности животных из Сулияновской области. Для коррекции различных видов расстройств, входящих в понятие аутизм, использовался специальный метод ипотерапии. Для детей с подобными нарушениями лошадь часто становится тем безопасным мостом во внешний мир, при помощи которого они учатся с ним взаимодействовать. Очень интересно было наблюдать, как дети взаимодействовали с лошадьми. Одни долго не шли на контакт с животными, другие пытались это делать через близкого человека, а третьи проходили этот этап достаточно быстро. Для специалистов и родителей это стало дополнительным источником информации о ребенке, о том, как он входит в контакт с миром, сколько времени ему требуется для адаптации к новым условиям или ситуации. Занятие ипотерапии дали очень многое нашим детям. Кроме непосредственного сенсорного насыщения, это формирование умения потерпеть и подождать, преодолеть себя, это необходимость взаимодействовать одновременно с лошадью и со специалистом, выработка координации движений, ориентировочных действий. Кроме психологических воспитательных моментов, занятия с лошади дали многое для физического развития детей. Нагрузки при езде верхом помогают ребенку сформировать понятие о границах своего тела, ощутить его физическую работу. И, наверное, самый важный момент этих занятий это эмоциональная составляющая, когда общение с лошадью вызывало неподдельный восторг и положительные эмоции. Особенно хочется описать случаи с Алешей и Глебом. Эти мальчики с трудом и большой осторожностью входили в контакт с лошадьми. Алеша это мальчик с лево верхней фотографии, с лево верхней и право верхней фотографии, только на третьем занятии сделал попытку самостоятельно подойти к лошади и чуть дотронуться до нее. Раньше он это делал через руку папы. Глеб был смелее, это мальчик в правом нижнем углу и сделал это уже на втором занятии. Особенно ему понравилось кормить лошадей и он делал это очень заботливо, старался при этом обязательно заглянуть в лошади в глаза. Наблюдая за общением Полины, девочка, левая нижняя фотография, мама и специалисты отметили, что у девочки во время этого общения снижалось количество стереотипных движений. Полина подолгу стояла около лошади, знакомясь с ней через обоняние и осязание. Занятия, на которых дети подолгу лежали на лошади, чувствуя ее всем своим телом, гладили ее, кормили, давали детям колоссальные ощущения различной модальности в результате аналитика синтетической деятельности мозга, помогающей ребенку объединить в целостный образ, предмет или ситуацию. В лагере была организована разнообразная спортивная деятельность, которая способствовала физическому, психомоторному развитию и оздоровлению детей. Так дети приучались делать зарядку, проводить, проводился обтирание мокрым полотенцем, специальные упражнения на выработку правильного дыхания, закрепление знаний о теле. На занятиях использовались методы телесно-ориентированной терапии, элементы нейрогимнастики, специальное оборудование, такое как фитболы, машинки-обнималки, гамаки, жилеты, утяжелители. Все это позволило сенсорно насыщать детей, учить ощущать свое тело, понимать свои ощущения и воспринимать рядом с собой другого человека. На представленном слайде можно заметить, что дети стали больше взаимодействовать друг с другом, больше играть в командные игры, такие как волейбол, футбол, пересягивание каната. Могу привести пример с мальчиком Димой, который в начале смены был очень нестабильным, с элементами внешней агрессии. Он не воспринимал наши инструкции, отказывался их выполнять, не допускал тактильного контакта, не подходил к воде, не позволял снимать одежду. В итоге, в результате революционной работы семьей, мальчику удалось снизить количество нежелательного поведения. Он стал вставать в пару с другими детьми, участвовать в коллективных играх, правилами, раздеваться на пляже. И даже в последние дни он стал заходить в воду и мочить в ней руки, ноги и стал позволять себя обтирать мокрым полотенцем. Еще одним заметным результатом стало то, что дети по сравнению с началом смены к концу стали больше оставаться на занятиях без родителей. А вот у троих детей мы заметили увеличение этого времени от трех минут до часа. Для нас это значило, что у детей снизилась тревожность, увеличилась дистанция в паре ребенок-родителей и выросли адапционные возможности самостоятельные. В развитии таких важных компетенций, как социально-ботовые навыки и навыки самообслуживания было уделено отдельное внимание. Режим лагеря этому особо способствовал. Дети учились накрывать и убирать со стола посуду, в столовую мыть руки, пользоваться салфетками после окончания трапезы, убирать территорию от мусора, адекватным образом обращаться с бытовыми предметами. Многие дети впервые оказались в таких условиях, при которых это нужно было делать. У троих детей нам удалось расширить пищевое поведение. Они стали есть кашу, пить чай, стали кушать в присутствии других детей. Хочется обратить внимание, что дети хоть и жили несколько обособленно от других детей лагеря, но питались они в той же столовой, что и все дети в количестве трехсот человек. И вот этот момент вхождения детей в столовую, в общую столовую и дежурства наравне с другими детями лагеря, это было, конечно, элементами инклюзии для наших детей. В Мини был специально организован так называемый День туризма, который нам помог понять, насколько дети могли генерализировать освоенные навыки. Дети ставили палатки, пользовались компасом, схемой, планом местности, разводили костер, жарили на палках соседский хлеб, и все это они делали вместе с другими детьми и родителями. Безусловно, окружающая среда, лес, проживание в лагере играло огромную роль в обучении и отработке самых разнообразных навыках у детей и переносах в новую ситуацию. В лагере проводилась работа и с родителями. Основными направлениями ее стали изучение опыта семейного воспитания, обучение родителей технологиями работой и взаимодействия с детьми с раз и оказание психолого-педагогической помощи. Родительские часы, проводимые с психологами, позволили развивать рефлексии по отношению к себе, а значит, развивать способность лучше понимать своего ребенка, улучшить навыки взаимодействия с ним. Особенно результативной была работа с метафористическими картами и работа социальными упражнениями, где требовалось от родителей за короткое время освоить какие-то новые навыки или перефразировать свой запрет в адрес ребенка на позитивную фразу. Подобные упражнения позволяли почувствовать на себе груз требований, которые предъявляются ребенку, а также учиться находить различные виды поддержки и помощи ему. Для каждой семьи был подготовлен дневник для родителей, который включал памятки по подготовке ребенка к пребыванию в лагере, организации режима, а также лист оценки жизненных компетенций, предложенный Манельс, Аксеной, Богорат, Волгиной и другими. Анкеты позволили выявить трудности, с которыми сталкиваются воспитатели и родители и общие организационные вопросы по каждой семье. Дневник включал в себя странички с рекомендациями специалистов, а также страницы обратной связи от родителей. И в этих дневниках родители записывали свои наблюдения, делились своими эмоциями по поводу происшедших событий или прожитого дня. В рамках работы с родителями мы ставили задачи их поддержки в плане оздоровления. И родителям были предложены занятия так называемой спиральной гимнастики. Данный вид гимнастики способствует нормализации артериального давления, снижает чувство усталости, нормализует сон. Система этих занятий на свежем воздух и помогла нашим родителям улучшить общее состояние. По итогам двух смен положительная динамика была нами отмечена у 89% детей. Конечно, не у всех детей отмечены глобальные изменения, но шаги в сторону социализации были сделаны у каждого. Результаты работы рассматривались нами не только в плане освоения детьми жизненных компетенций, но и через показатели МКФ. Итак, положительная динамика показатель способности к общению была отмечена в 100% случаев, способность к обучению 90%, способность к контролю своим поведением 55%, способность к ориентации 61%. Работа с семьями, воспитывающие детей с раз в условиях загородного лагеря, расширила методические горизонты и для наших специалистов. Они познакомились с моделью организации летнего лагеря, смогли определить эффективность стратегии, технологии и методы работы в детьми с раз в условиях лагеря. В 2020 году такая специализированная программа о здравлении отдыха семьи и воспитывающих детей с раз была реализована уже на базе самого центра. Мы еще раз убедились, что такой интенсивный курс имеет свою эффективность, потому что мы увидели отзывы родителей этой смены на наших сайтах, где они говорили о том, что дети полученными детьми навыки были ими продемонстрированы и в домашних условиях. Дело в том, что в этом году смена была направлена на развитие социально-бытовых навыков. Мы детей учили делать себе завтраки, бутерброды, каши и, конечно, эти навыки безусловно помогают развивать самостоятельность детей в домашних условиях. Сейчас я предлагаю посмотреть небольшой ролик о жизни в нашем лагере. «Можно включить?» Сразу две летние смены. Лагерь распахнул свои объятия для 18 особенных детей и их родителей. Правда, обнимают здесь не руками. Маленьких гостей буквально прокатывают через валики. Их здесь и окрестили машиной для обнимания. Это тоже часть реабилитации. Пока дети под присмотром педагогов, у родителей, пожалуй, единственные минуты отдыха. Правда, недолго. Для них здесь тоже приготовили и программу образовательную, и мастер-классы. Уникальный лагерь открыли на грантовые средства. После летней смены то самое оборудование продолжит служить уже в реабилитационном центре. Авторы проекта продумали все до мелочей и уже составляют заявку на новый грант, чтобы в следующем году подарить яркий отдых ребятам с более тяжелыми заболеваниями. грант. Спасибо. Спасибо. Очень жаль, что вы не посмотрели этот видеоролик, но он будет выложен на сайте, и все могут познакомиться с этим замечательным нашим опытом. А сейчас мы представили вам специализированную программу про развитие социальных навыков в условиях летнего лагеря, и уже сегодня наступает момент, когда нужно задуматься о будущем этих детей. В связи с этим мы предлагаем вашему вниманию еще одну специализированную программу проект Дон Трудолюбии. Передаю слово Татьяне Александровне Лучниковой. Добрый день. Хочу сказать, что Центр подсолнных находится в системе социального отслуживания, и поэтому мы занимаемся исполнением индивидуальных программ реабилитации инвалидов в части социальной реабилитации. Поэтому такие специализированные программы являются традиционной практикой учреждения. В учреждении у нас работает несколько лечебно-трудовых мастерских, в которых организуется трудовая реабилитация и профориентация подростков и молодых инвалидов. И разработаны специальные программы дополнительного образования. Мы имеем лицензию на дополнительное образование Дон Трудолюбия. Программа представлена в этом году в качестве социального проекта, который получил президентский грант. Он еще идет и заканчивается в конце ноября. И вот наличие таких мастерских, которые вы видите на экране, позволяет нам исполнить полным объемом это наша задача по трудовой реабилитации. Потому что программа дополнительного образования позволяет сочетать обучение и практику, а для старших подростков и молодых инвалидов или инвалидов, которые являются учащимися начального профессионального звена, это еще есть и возможность временного трудоустройства. И ежегодно около 300 детей и подростков с ментальными особенностями посещают наши мастерские, в том числе это 30 детей с раз. Привлечение подростков к трудовой деятельности осуществляется в ходе пошагового обучения, применения визуального расписания и специальных технологических карточек, которые разрабатывают педагоги под соответствующий профиль. Подростку, естественно, предлагается в упрощенной форме повторять простые трудовые операции, например, резать картон, лепить из глины по образцу, поливать цветок, посадить растения и так далее. Еще несколько слов о проекте Дом трудолюбия. В этом году этот проект для Ульяновской области явился таким прорывным проектом. И вот наши дети, их 37 человек, которые трудоустроены в этом году в центре подсолнух, это относится к той категории детей, Артур Валерьевич, о которых вы говорили, что они были необучаемые. Вот все 37 детей в 2000 году, они были необучаемыми и мы за счет больших усилий ведомства социальной защиты и Министерство нашего образования открыли в 2000-2003 годах специальные классы в коррекционных школах и направили туда детей уже в 12-13 лет для получения образования. Они были включены в образовательную среду, но и учитывая специфику нашего региона, после окончания коррекционных школ, они стали посещать наши трудовые мастерские в системе социального обслуживания. И вот сегодня впервые они получили трудовые книжки, с ними заключены трудовые договора, они стали получать заработную плату в размере 8,5 тысяч рублей в месяц за счет средств подсолнух и федеральной материальной поддержки. Основными профилями при трудоустройстве выбранного с чего от садовод благоустройства и зеленения. Для них созданы специальные экспериментальные участки на территории учреждения. Это огород на балконе, огород на земле, клумбы, парник, теплица, бахчан и участок пряной травы. И выбор данного направления, это вы видите, относится к деятельности человека природы, он был выбран не случайно, это он предшествовал предварительный опрос семей, в которых воспитываются молодые люди с инвалидностью и психолого-педагогическая диагностика, которая проводится психологами и дефектолами нашего учреждения. Научно-методическая направленность проекта, она включает в себя отслеживание результатов формирования трудовых навыков, проводится регулярный мониторинг сформированности трудовых знаний, умений, навыков, разработаны специальные критерии, которые позволяют отслеживать нашу результативность в ходе формирования трудовых навыков, личностных, каких-то качеств у людей, которые заняты на трудоустройстве. Дополнительно к этому были разработаны еще специальные информационные обучающие видео, ролики, которые размещались в Инстаграм и в группе ВКонтакте. Эти материалы являлись мотивационными, семья с ребенком при подготовке к трудоустройству неоднократно и входит самого трудоустройства, неоднократно их дома просматривают самостоятельно со своими детьми. На экспериментальных участках в соответствии с технологическими картами и персональными заказ-нарядами участникам проекта производится уход за растениями, а именно пикировка растений в отдельные стаканы, перевалка в большие емкости, подкормка, поле, врахление и так далее. Для мониторинга были разработаны специальные критерии, это трудовые знания в этой отрасли, в этом сфере деятельности, умения, навыки, личностные особенности, творческие способности детей и культуру трудовой деятельности. Мы разделили детей на две группы, в первой группе у нас были дети, у которых был высокий революционный потенциал, и они уже многократно проходили революционные программы, и вторая группа объединяла инвалидов, которые ранее не участвовали в трудовых проектах, и их революционный потенциал значительно ниже. А вот эти таблички, которые вы видите на экране, они предполагают собой опросник, который мы проводили с детьми до начала трудовых операций, после того, как завершена программа трудовая, и через два-три месяца после того, как ребенок вышел из трудового проекта. Ну, например, умение, умение сажать, пропалывать, поливать, лихлить, пикировать, ухаживать, подрезать умения. Эти умения необходимы были для освоения вот этой простой специальности, которая называется садовод. Это рабочие первого разряда согласно центрификационному справочнику без требований к образованию. То есть здесь очень важно то, что обучение ребенка происходит на рабочем месте, и он обучается, получает за это заработную плату, как бы, оплачиваемую практику, и, возможно, у него вполне реальный выход на постоянное трудоустройство. Трудоустройство в рамках нашего проекта является срочным, и на месяц некоторые работали два-три месяца. Ну, еще это очень важно для нас было личностные особенности, поскольку для детей сразу самостоятельное нахождение в коллективе трудовом, это целая революционная программа для этого разрабатывается, творческие способности детей, ну, и, конечно, непосредственно то, что связано с культурой трудовой деятельности. Результаты мониторинга подтвердили, как бы, наши гипотезы в первой группе, где дети многократно проходили революционные программы, связанные с трудовой реабилитацией, очень быстро осваивались трудовые навыки. И во второй группе нас очень порадовало то, что низкий революционный потенциал, который был поставлен группой специалистов, в том числе медико-социальной экспертизы, все-таки не есть приговор, за месяц работы очень сильно продвигается как в социальном взаимодействии молодые люди, так и в трудовых навыках. Для примера я покажу, рассмотрим вот эти небольшие фотографии, и все здесь не вместишь. Вот, например, навык полив растения. Мы смотрим, девочкой был освоен этот навык в течение трех недель. Вы видите, что в начале с полной физической подсказкой девочка поливает цветы, дальше с частичными указаниями жестами с частичной физической подсказкой, дальше происходит автоматизация навыка, она самостоятельно поливает и генерализация навыка, когда она использует освоенный навык на других территориях. Она выходит уже из комнатных помещений, где размещено тепличное хозяйство на улицу и она отвечала в принципе за полив теплицы, выполняла это самостоятельно, ну и видно даже, что она вот это делает с удовольствием. Вот навык уход за растением, пикировка, рыхление и работа с инструментом. Тоже здесь очень высокий потенциал у молодого человека. Он освоен полностью. Через два месяца, когда мы пригласили вновь его работать туда, этот навык уже был сформирован, и он его демонстрировал уже самостоятельно. Навык уход за растением, автоматизация это навык. Девочка сама научилась сажать, готовить землю и горшок к посадке растения, посадила цветок, ухаживает за цветком, ну и даже вот несмотря на маску, там наверное видно радость и любовь к своему цветку. Вот ребенок из второй группы, низкий революционный потенциал на выкрухлении растений. Можно увидеть, да, что здесь выполняется по подражанию при очень сильном внешнем контроле педагога. Ну вот глядя на этот слайд, я просто хотела для всех обозначить тот вопрос, который всегда волнует нас, специалистов, работающих с такими детьми. стоит ли предлагать детям при трудоустройстве новый вид деятельности или, например, мы должны идти, ну, то, что любит ребенок, да, всегда. Вот этот ребенок, мы знаем, что он любит очень компьютерные игры, он любит общение, и в принципе предложенная наша сфера деятельности, связанная с садоводством, она не входила в перечень его предпочтений. И вот нам нужно найти было ту тонкую грань, которая все-таки расширяла его сферу деятельности, поскольку, когда мы пытались предложить ему трудоустройство, ну, например, на скретч-программирование, и там тоже алгоритм трудоустройства предполагает усвоение задачи трудовой и определенное время для выполнения этой задачи, доведения ее до конца. Там тоже не работал этот алгоритм, то есть ему недостаточно было, ему достаточно было 2-3 минуты посидеть у компьютера, и он уходил. То есть проблема освоения трудового навыка, она и при любом, при любимой деятельности она остается, и при той, которую предложил со стороны специалист, как бы внешне такое агрессивное воздействие, мы его втягиваем в другой вид деятельности трудовой. Мы ищем всегда компромисс, чтобы все-таки не фрустрировать дополнительно приучая трудовым навыкам таких детей, но в то же время расширять меню этих видов трудовой деятельности, не идти на поводу того, что к 18-19 годам у него сформировался устойчивый интерес, сидеть с телефоном, звонить, общаться с кем, перебрасываться с двумя-треми фразами, и не достигать каких-то результатов, осваивать трудовую деятельность. Этот ребенок у нас проработал месяц, и сейчас мы думаем дальше, какой вид деятельности для него предложить. Вот навык работы с инструментом. Это хороший навык, поскольку большинство детей через садики школы все работают с ножницами, начиная, мы учим детей работать с ножницами с бумагой уже с 4-х лет, до с 3-х, с 4-х лет. И вот такой остроченный эффект из всех 37 детей, в том числе, где у нас 6 детей с 1, остальные из ТМНР, все освоили навык работы с ножницами. Это самая любимая операция трудовая в этом проекте. Вы видите неподдельную радость детей, если они срезали укроп или срезали огурцы. Это очень удачный, успешный навык, освоенный практически всеми детьми. Но обязательно ежедневно занятия проводятся по охране труда и по технике безопасности. Это обязательно условие программы, поскольку сегодня он забыл и стал уже лопаткой махать налево-направо и может быть даже опасно для соседа, который находится рядом и думает о чем-то другом. Проект для нас кажется очень успешным, нужным, поддерживается родителями. Мне бы хотелось заострить внимание на том, что кроме материальной поддержки, казалось бы, работа за деньги это всегда запрашивают наши родители. Здесь акцент в ходе опроса по результатам этого проекта, что же вам больше всего понравилось в этом проекте, родители все отмечали однозначно то, что ребенок был занят и у него было хорошее настроение. То есть психоэмоциональные изменения у детей, которые происходят в ходе освоения трудовой деятельности, они были позитивные и для нас один из главных результатов этого проекта. И если возможно, я бы хотела попросить включить ролик, чтобы посмотреть вот этот настрой. Петуньи, бархатцы и даже мятные травы в Центр реабилитации подсолнух расцвел всеми красками лета. Более трех тысяч растений в этом году впервые вырастили садоводы с ментальными особенностями. Трудоустройство официальное. Десять рабочих мест для людей с ментальными особенностями и психическими расстройствами. Профессии доступны. В качестве садовника работать ты у нас будешь с 1 июля по 31 июля. Алексей еще только осваивает профессию столера, но первая запись в его трудовой книжке иная. Пригодится опыт работы на дачном участке. Мне в этой работе нравится больше всего работать. Сначала техника безопасности. Мы не размахиваемся, держа в руках эти инструменты. Мы не бегаем. Ведь для этих сотрудников даже обычная садовая лопатка может быть опасной. Потом работа на грядках. Еще прокручивай, еще. Все, молодец. Разбить огород или сад можно и на собственном подоконнике, если прийти на площадку работодателя здоровье не позволяет. Собранный урожай направят в еще один социальный проект. Люди помладше учатся делать бутерброды, салатики, готовить себе завтраки. и для этой тренировочной квартиры. видимо у нас не получается просмотреть видеоролик, но думаем, что все на сайте, у кого есть желание, с ним тренировочной квартиры для программы социальной бытовой реабилитации передается выращенные продукты уже в программе трудовой реабилитации. Такой обмен очень полезный для каждой аудитории. Местные садоводы выходят за границы реабилитационного центра, разрабатывают дизайн благоустройства прилегающей территории. Есть где фантазию проявить. Для ландшафтного дизайна им предлагают 20 земельных соток. Спокойно, спокойно. За гончарным кругом только самые настойчивые соискатели. В этом деле главная мотивация. Решающим фактором при трудоустройстве это желание человека с инвалидностью работать. Возможно, для него это будет занятость, которая будет жизнь его делать интереснее, а возможно, это будет то дело, которое позволит ему жить самостоятельно и он сможет зарабатывать себе заработную плату для самостоятельной жизни. У всех разные мотивы и разные желания в трудовой занятости. Мы это в первую очередь учитываем. Сроки проекта небольшие, чего не скажешь о планах организаторов. Уже в следующем году планируют расширить перечень специальностей. Соискателям с особенностями развития предложат лозоплетение и даже найдут вакансию в театре. лозоплетение лозоплетение Мастер-класс, она директор Революционного центра под Солнцем. Спасибо большое. Есть вопросы в части, мы будем их озвучивать, Артур Валерьевич, или у вас есть свои какие-то вопросы? Да, хорошо. Из каких источников выплачивается заработная плата подростков? Заработная плата подростков выплачивается из двух источников. Все дети устроены на 0,25 ставки в Центр под Солнцем садовниками, 10 часов работы в неделю, и они получают материальную поддержку из федеральной программы Центра занятости, поскольку зарегистрированы как лица, испытывающие трудности в трудоустройстве. Есть такая федеральная программа, она рассчитана как раз в том числе на нашу категорию детей с инвалидностью и молодых людей с инвалидностью, 4, что как раз выплачивает Центр занятости. В целом получается 8,5 тысяч. А трудовые места организованы и содержатся за счет попечительского совета и президентского гранта. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Еще один вопрос. Татьяна Александровна, была ли работа с детьми в лагере более эффективной, если бы не было родителей? Я так думаю, так вопрос на размышление. Ну, родители, кстати, часто нам делают такой запрос, возьмите детей в лагерь, нам дайте небольшую передышку. Но что касается нашей программы, о которой я рассказала, то мы организовывали специальные смены мать и дитя, именно ставя задачи не только реабилитации детей, но и обучения родителей эффективным способом взаимодействия с ребенком. Дело в том, что большая часть этих семей проживает в Ульяновской области, и не во всех районах области родители могут получить квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение. Поэтому обучение входило в одно из направлений этой программы в рамках этого лагеря. И кроме этого, мы, имея опыт работы, практической работы с детьми, мы понимали, что отрыв, такой вот жесткий отрыв ребенка от семьи будет фрустрирующим моментом для него. И кроме этого, дети не имели достаточного уровня развития самообслуживания науков, самообслуживания бытовых науков, что также было бы фрустрирующими моментами в данном случае. Поэтому, проанализировав все эти моменты, мы решили, что мы больше времени лучше потратим на реабилитацию, чем на адаптацию детей к новым условиям. Потому что лагерь – это новая среда для этих детей была. Спасибо, Лена Николаевна, большое. Конечно, мы все понимаем, какая роль отводится родителям в создании условий. Можно и вставать? Да. Маргарита? Да. Конечно, Артур Валентин. Да. Спасибо большое. Коллеги, ну вот в чем дело. Дело в том, что единственная мысль, такая основательная, концептуальная, которая у меня сейчас вот в голове есть за последнее выступление, это как жалко, что там нет всех нас. Это очень жалко. Это очень жалко. Да. Кроме этого, возникает, конечно, масса других профессиональных, таких небольших, четко структурированных мыслей. Но вот основная идея, она заключается именно в этом. Основная идея заключается в том, что очень жалко, что там нет всех нас. Очень жалко, что там, что это только курсовые вещи. Очень жалко, что это то, что доступно на данный момент только ограниченному числу ребят с расстройствами аутистического спектра, включая, ну вот тот показатель, да, что мы понимаем, что это в рамках исполнения ИПРА, то есть у детей должна быть инвалидность. И вот если мы говорим о блоке, который называется досуг, да, и который называется труд, трудовая деятельность и досуговая, то фактически вот такими видами деятельности и такими проектами, о котором мы сегодня говорим, мы просто полностью, полностью закрываем львиную долю всех вопросов, которые имеются на данный момент. Я хочу обратить ваше внимание на то, что и жизненные компетенции, и работа с семьей, вот прозвучал вопрос работы с семьей, как с семьей лучше или без семьи? Ну, конечно же, с семьей. Вы посмотрите на счастливые лица родителей, которые, казалось бы, хотели отдохнуть, а приехав сюда на реабилитацию вместе со своими детьми, они здесь получили и заряд энергии, и бодрости, и новые навыки, и усовершенствование отношений, да, улучшение отношений со своими собственными детьми. Конечно, это семейные курсы, они имеют очень большой эффект и пользу. И, безусловно, проектная деятельность, да, когда все семьи вместе, они за одним большим столом, они работают на одну цель. Вот все эти вещи, они имеют прямое отношение к социализации, и, с моей точки зрения, это просто невероятно ценно. Я могу долго говорить о том, что мне понравилось и что, мне кажется, нуждается в повсеместной трансляции по всей России, но я этот вопрос оставил бы до круглого стола. И когда у нас будут на круглом столе присутствовать коллеги из самых разных министерств, я предложил бы вам до круглого стола подумать вот над каким вопросом. А как же сделать так, чтобы вот эти вещи, которые мы видим и у нас начинают гореть глаза, господи, как же это здорово, да, вот просто на русском языке, как это здорово. Вот как их сделать более доступными для абсолютного большинства детей? В рамках ли какого-то сетевого взаимодействия с другими организациями? С заведением ли каких-то услуг и работ по договоренности в организации разных ведомств, да, для того, чтобы это было доступно в рабочем режиме самым разным организациям и детям из этих организаций? Может быть, это еще какие-то варианты? В общем, на самом деле над этим надо думать, потому что мы знаем уникальный опыт разных организаций в регионах, и, как правило, вот такой опыт досуговой и трудовой деятельности ярко представляет какая-то опорная организация, на базе которой, собственно говоря, в регионе все это и строится. При этом это абсолютно не интегрировано, я имею в виду про все регионы, да, и про всю Россию, это абсолютно не имеет интеграции и доступности в каждом районе, как мы хотели бы этого. Вот, в общем, вот такой вот душевный порыв у меня случился при просмотре этого ролика, который должен иметь какой-то прагматичный исход, да. Давайте мы вернемся к этому вопросу на круглом столе. Спасибо, Артур Валерьевич, за такую оценку. Продолжаем работу, и, конечно, мы сегодня уже много говорили о родителе, и мастер-класс по теме развития личностных ресурсов родителей как фактор успешной социализации детей с расстройством аутистического спектра представляют руководители областной психологической службы Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи развития Патюкова Наталья Юрьевна и Иванова Регина Радиковна, педагог-психолог Центра психолого-медицинской и социальной помощи развития. Можно ролик? Ролик можно включить? Получается? Не получается. Тогда мы приступаем к мастер-классу. Может быть, в конце получится посмотреть наши видеоролики. Здравствуйте, уважаемые коллеги! На базе Центра развития создана областная психологическая служба системы образования Ульяновской области. Наблюдение педагогов-психологов в ходе консультирования родителей с детьми с расстройством аутистического спектра позволили заключить, что несмотря на оказываемую в регионе помощь, эти семьи нуждаются в отдельном внимании и помощи, потому что там наблюдаются проблемы взаимоотношений в семьях, семьи чувствуют себя изолированными и также испытывают истощение родительских ресурсов. Для решения проблем, которые возникают у родителей, на базе нашего учреждения была создана такая форма работы, как родительская гостиная «Мы и родители». Мы сегодня расскажем вам о психолого-педагогическом сопровождении родителей детей с рас на примере конкретной семьи. Итак, на консультацию к нам обратилась мама, ребенку 5 лет, семья полная, состоит из трех человек, папа, мама и особенный ребенок. Во время консультации выяснилось, что мама совершенно не имеет свободного времени, испытывает душевный дискомфорт, раздражена излишне, испытывает депрессию и эмоциональное истощение, что в свое время сильно влияет на ее общение с ребенком. И с ребенком ей также становится все сложнее справляться с его реакциями. Она пожаловалась на то, что вот уже более двух месяцев на тот момент прошло, как она начала водить ребенка в детский сад. И вот этот процесс, он также повлиял на реакции ребенка. Выяснилось, что мама отдала своего сына в детский сад для нормы типичных сверстников. Ребенок не хочет идти в детский сад, как сказала мама, он проявляет все время негативные реакции, плачет, сопротивляется. Иногда даже приходится забирать его домой. Кроме того, мама сослалась на то, что воспитатели, как ей кажется, выживают ребенка из детского сада, говорят все время о том, что он ничего не ест, что он обижает других детей, залезает на шкаф, откуда может упасть. По мнению мамы, у нее опускаются руки, и она не знает, что дальше делать. Кроме того, взаимоотношения с супругом. В последнее время она наблюдает, что папа отстраняется от воспитания сына, чаще стал проводить время вне дома, задерживаться на работе. Когда же появляется дома, то особого внимания сыну не уделяет. Избегает, можно даже так сказать, отказывается играть и общаться с ребенком. Мама признала, что все тяготы воспитания и развития сына, а также домашние дела лежат на ее плечи. Кроме того, ситуация с супругом ее также очень сильно раздражает. С близкими тоже отношения ухудшились. Мама считает, что родственники и друзья осуждают их и их особенного ребенка. Но мама, видя негативную реакцию и проявление ребенка, продолжает его водить в детский сад, как и водила. Ребенок сопротивляется, что проявляется в очень ярких реакциях ребенка и ухудшение его поведения. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, с мамой и папой, нашими психологами, была проведена диагностика с использованием диагностического комплекса эффектон-студио. Методика использовалась, шкала субъективного благополучия. Результаты диагностики вы видите на слайде. Они нам помогли определить ресурсное состояние родителей по таким параметрам, как самооценка, напряженность, настроение, степень удовлетворенности повседневной деятельности и значимость социального окружения. Общее заключение по результатам диагностики родителей показало, что у них преобладает ощущение неблагополучия. Таким образом мы выявили проблему. Маме трудно регулировать свои эмоции, что мешает эффективно взаимодействовать с ребенком. Она не уверена совершенно в своих силах и поэтому ухудшается ситуация как в семье, так и с окружающими. В данной семье в большей степени воспитанием и развитием занимается мама, а отец игнорирует роль родителя, говоря о том, что он является добытчиком и обеспечивает материальное благополучие семьи. На этом фоне участились ссоры, споры и различные конфликты. Из-за отстранения отца воспитания ребенка отсутствует последовательность, принципиальность формирования бытовых навыков, понимания границ дозволенного, также соблюдения правил поведения. Итак, нашей службой семье была предложена комплексная помощь, которая оказывалась всем членам семьи. Для мамы разработали план индивидуальных занятий, который включал в себя консультации и занятия на биотренажере комфорт. А также посещение тренинга, счастье это просто. Для папы, папе предложили работу в группе отцов в форме брейн-ринга «Роль отца в воспитании детей». Для родителей использовалось также совместное групповое мероприятие «Квест Лига родителей супергероев». Итак, в рамках сетевого взаимодействия между организациями, которые сопровождают воспитание, развитие и обучение детей сразу, было рекомендовано обратиться к специалистам ресурсного центра за консультативной помощью по поводу дальнейшего воспитания и развития своего сына. В ходе консультативной деятельности педагог-психолог нашего центра объяснила маме отличие детей с раз от других детей. Объяснила, что есть значимые расхождения и что дети с раз воспринимают мир совершенно по-другому. И это очень важно учитывать воспитание и развитие таких детей. Маме были даны общие рекомендации. Во-первых, необходимо соблюдать режим дня такой, как в детском саду. Во-вторых, при адаптации нужно учитывать обязательно постепенное вхождение в новую какую-то среду. Третье, необходимо использовать социальные истории с опорой на образы. Например, придумать сказку про мальчика, который начал посещать детский сад, которому сначала было там неинтересно, страшно. Но затем он увидел, что там есть друзья, добрая, хорошая воспитательница. И в конце обязательно подкрепить историю положительным завершением и показать картинку счастливого мальчика. Четвертое, необходимо использовать визуальное расписание, как уже говорили до меня, что облегчает во многом адаптацию ребенка к различным условиям. Для решения эмоциональной проблемы мамы мы использовали индивидуальные занятия с использованием биотренажера «Комфорт». Индивидуальное занятие с помощью такого оборудования является универсальной методикой коррекции развития адаптационных возможностей организма. Основная задача при работе с биотренажером заключалась в том, чтобы мама научилась менять свое эмоциональное состояние посредством диафрагмального дыхания. В ходе занятий на биотренажере происходило обучение мамы диафрагмальному дыханию с помощью датчиков, которые вы сейчас видите на слайде, фиксировались такие параметры организма, как частота дыхания, частота пульса, периферическая температура, которые происходили во время обучения. В процедуре проведения мама могла наблюдать все изменения, которые проходили в организме на мониторе компьютера и могла также корректировать их, менять. следить за своим сердцебиением, за дыханием и за температурой. В ходе каждого сеанса проводили входную и итоговую диагностику. В процессе обучения маму научили управлять своим дыханием и она получила такой опыт хороший, как настраивать свой организм в различных сложных ситуациях и такое эмоциональное состояние из неблагополучного переводило вполне нормальное с помощью вот такой техники. Таким образом наблюдалась положительная динамика во всех значимых показателях и дыхания, и изменения пульса, и температуре, что фиксировалось в ходе каждых занятий. И также была общая диагностика в начале всех сеансов и по завершении. Навыки, которые мама получила в ходе наших занятий индивидуальных, закреплялись в дальнейшем в ходе групповых занятий, о котором сейчас вам расскажет Иванова Регина Радиковна. Пожалуйста. Спасибо, Наталья Юрьевна. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. И с целью регуляции эмоциональных состояний мы предложили маме поучаствовать в тренинге «Счастье – это просто». Тренинг состоит из пяти занятий, каждый из которых направлен на обучение родителям действовать эффективно, а также справляться со своими эмоциями. Мама совместно с другими родителями на наших занятиях училась определять свои состояния и справляться с ними, а точнее со своими негативными эмоциями, такими как раздражение, гнев, страхи и обиды, что помогало в общем снизить уровень тревожности и напряженности в семье. Также родители учились определять свои желания и отличать их от желаний других людей, что в свою очередь помогло маме понять свои потребности, отличать их от потребностей других людей и гармонизировать внутрисемейные отношения. Одним из первых этапов нашей работы были занятия, точнее упражнения, которые помогли нам раскрепостить родителей, установить доверительные отношения в группе и способствовали снятию внутренних зажимов. Такими упражнениями были, например, упражнения знакомства, где родителям предлагалось назвать себя, а затем продолжить предложение на выбор, например, ваш любимый цвет или ваше любимое время года. Также мы использовали упражнения интервью, где родителям предлагалось взять интервью соседа слева, а затем дать интервью соседу справа. Мы использовали также упражнения молекулы, в котором родителям предлагалось двигаться по комнате хаотично, а затем, когда тренер говорил «стоп», им нужно было объединиться либо в пары, либо в тройки, то есть по команде тренера. Хочется отметить, что, конечно, нашей маме, которая к нам обратилась за помощью, на этом этапе было достаточно сложно раскрыться, и она очень сдержанно, скованно говорила и о себе, и о своем ребенке, ну и, конечно же, о тех чувствах и эмоциях, которые она испытывает. Поэтому следующим этапом мы использовали упражнения, которые помогают снизить уровень тревожности и стабилизировать эмоциональные состояния наших родителей и этой конкретной мамы. Среди таких упражнений мы использовали дыхательные технологии, дыхательные упражнения, которые также закреплялись после индивидуальных тренингов и помогали применять эту технику уже в течение постоянного времени, то есть как постоянный навык. Мы использовали приемы мышечной релаксации, которые позволяли эффективно и быстро снять психоэмоциональное напряжение, а также снять мышечные зажимы, которые есть в теле каждого человека. Также мы использовали когнитивные техники, например, упражнение «мысленный счет», где родителям предлагалось расслабиться, закрыть глаза и представить, как проплывают цифры от 1 до 10 в одном направлении, а затем уже в обратном. Мы использовали приемы арт-терапии, в котором, например, упражнение «шторм», которое вы сейчас видите на экране. Это упражнение позволяет преобразовать негативные эмоции в позитивные с помощью вот такого вот листа, на котором родители сначала расчерчивают его черным фломастером, а потом уже окрашивают в виде там какие-то позитивные моменты, то, что можно из этого сделать. Вот после предложенных упражнений на этом этапе мама поделилась с нами тем, что ей трудно распознавать свои эмоции, свои желания и чувства собственные. В связи с чем мы решили порекомендовать ей вести дневник. И она обрадовалась этому решению, потому что она теперь может фиксировать свои состояния, свои эмоции и переживания в той или иной ситуации самостоятельно, без какой-то дополнительной помощи извне, со стороны. Причем дома и в любой момент, когда ей это будет удобно. По окончании нашей работы на следующем этапе, на этапе рефлексии, мама отметила улучшение в своем эмоциональном состоянии. А именно она рассказала нам о том, что теперь ей стало гораздо легче справляться со своими негативными эмоциями, о том, что она стала меньше срываться на своих близких, на своем супруге и ребенке, соответственно, тоже. Она поделилась с нами тем, что она стала более спокойно реагировать на комментарии прохожих, когда они находятся с ребенком где-то вне дома, в общественных местах, и он ведет себя каким-то особенным образом. Более того, в процессе нашего общения женщина осознала, что очень важно уделять время себе, очень важно уделять внимание своим потребностям и не забывать об этом, доверять часть работы, часть каких-то обязанностей своему партнеру, то есть мужу и в том числе специалистам. Также мы включили отца в групповую работу. Это была группа специально созданная для наших пап, и целью работы в этой группе была активизация роли отца в воспитании ребенка. Для этого мы пригласили нашего папу на занятие в форме брейн-ринга, роль отца в воспитании детей, целью которого было развитие психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, а также развитие у них, понятие о позитивном психологическом климате в семье. На этом брейн-ринге мы дали понять нашим родителям и папе, с которым мы работали, насколько же важна роль отца в воспитании любых детей, вне зависимости от возраста, пола или типа развития, о том, насколько важно каждому ребенку играть со своим отцом, взаимодействовать, проводить вместе время. Мы дали ему понять, что отец является тем самым образом защитника, то есть он своим примером ребенку показывает, как быть главой семьи, и ребенок благодаря этому чувствует поддержку, защиту и понимание в семье. Делали мы это через, конечно, активные формы работы, различные деловые игры, просмотры социальных роликов и обсуждение различных видеороликов. Вот, например, одно из упражнений – это воздушный шар, в котором наши родители передавали по кругу шар, и обсуждали, какую же роль они себе присваивают с того самого момента, когда в семье появился ребенок. Ну, например, «Я отец кормилец», кто-то нам отвечал, или «Я отец друг», «Я отец учитель», «Я отец воспитатель». Роли у нас, конечно же, были совершенно разные у всех. Мы использовали различные игры с нашими папами. Вот, например, вы сейчас на слайде видите игру «Волшебный сундучок», в котором были разные предметы, которые помогают нашим папам понять, какими способами можно общаться с ребенком, какие предметы и что вообще можно использовать в процессе воспитания детей. Как проходила эта игра? Мы поместили разные предметы, такие как компьютерные диски, то есть диски с компьютерными играми, пульт от телевизора, ремень, также мы поместили туда спортивный инвентарь, ну и вот такие вот разные предметы, книжки русских народных сказок, альбомы, краски. И выходили к нам родители и доставали по одному из предметов и объясняли, нужны ли эти предметы в воспитании ребенка или нет. И если нужны, то для чего и как родитель будет их использовать. На нашем занятии мы дали папе понять, как можно играть и взаимодействовать с ребенком дома, в свободное от работы и занятости время, на примере нестандартных техник рисования. Например, вот вы сейчас видите технику рисования с помощью пены для бритья. На нашем занятии родители сами смогли опробовать эту технику, нарисовать несколько рисунков, чтобы в дальнейшем дома они смогли этим видом деятельности заниматься самостоятельно вместе со своими детьми. В процессе рефлексии папа отметил, что он чувствует значимость свою в семье. То есть он понял, каково же его место в семье, какова его роль в семье, и насколько важна и нужна его поддержка, его эмоциональная поддержка и физическая, в том числе и его супруги. Более того, он отметил, что хочет больше проводить времени со своим ребенком и получает удовольствие от того, что у него теперь это получается. Он поделился с нами тем, что их отношения с сыном стали более сплоченными, тем, что он пошел к нему на контакт. То есть ребенок откликнулся благодаря тому, что отец стал проявлять интерес в общении с ним. Более того, мы получили также положительные отклики и от мамы этого ребенка. Она поделилась с нами на последующих консультациях с тем, что муж стал больше ей помогать по дому в обыденных делах, помыть посуду, пропылесосить в доме, сходить в магазин. То есть для него теперь это не вызывало какие-то негативные эмоции. Он спокойно на это соглашался и помогал, несмотря на свою усталость и занятость на работе. Поэтому, конечно, мы чувствуем и видим перемены в этой семье уже и на этом этапе. А также мама поделилась с нами тем, что у отца совместно с ребенком появились новые увлечения. То есть кроме того, что они регулярно теперь пробуют вот эту технику дома, рисование с помощью пены для бритья, также они с отцом сейчас занимаются и конструированием. На последнем этапе мы также провели совместную работу с этой семьей. И для того, чтобы придать родителям уверенности в себе, в своих силах, мы им предложили участие в квесте «Лига родителей-супергероев», который направлен на активизацию личностных ресурсов родителей. Мы объяснили родителям вначале, что такое квест, что будет у нас на этом квесте, какие бывают ресурсы у человека, для чего они нужны, как их развивать и так далее. А практическая часть квеста состояла из четырех заданий. После успешного прохождения каждого из них для родителей открывалась карточка, точнее фрагмент от карточки супергероев, и в конце квеста у родителей получалась такая целая карточка, которую они потом забрали с собой. Итак, вот на первом задании квеста, которое называется «Мои достоинства», мы родителей попросили написать свои недостатки в столбик, а напротив каждого своего недостатка написать свои достоинства, то, что они считают своими успехами. Здесь мы, после чего, конечно, родителям открывался первый фрагмент «У меня не все получается, и это нормально». Здесь мы увидели, как нашим родителям сложно, и самая главная сложность у них была в том, чтобы найти все-таки в себе вот эти достоинства, так как недостатков они написали очень много, а затруднялись они написать на каждый недостаток, даст свое достоинство. Но с помощью наводящих вопросов, каких-то примеров из жизни, все-таки они смогли справиться с этим, и уже в конце подсказывать друг другу, смогли заполнить и вторую часть этого упражнения. Для них также вот открылся этот фрагмент. Во втором задании мы предложили нашим родителям некоторые ситуации к обсуждению, в которых нужно было понять, что же все-таки является достижением для человека, а что не является. То есть нужно было найти одну такую ситуацию, которая не является достижением. Потом родители обсуждали эти ситуации и делали вывод о том, что можно считать достижениями, и какие достижения есть у них. Здесь это упражнение показало, насколько у наших родителей завышенные требования к себе, и они, конечно, переживали, например, особенно мама, так как у нее были очень завышенные требования к себе, например, она не считала то, что встать утром пораньше, приготовить завтрак для всей семьи, и затем пойти на работу и не опоздать на нее, как обычно, то есть для нее это было не достижение. Но в процессе, опять же, группового общения мы ее переубедили в этом. И она была рада понять, что да, действительно, это можно считать достижением. Более того, она понимала то, что у нее тоже есть достижения, и была этому очень рада, потому что смогла их сформулировать. Ну, а папа, конечно, с этим заданием справился очень легко, хорошо, то есть он мог свои достижения обозначить без дополнительной помощи. В третьем задании мы, целью этого задания было дать родителям понять, что они не одиноки, и для этого им нужно было создать такой вот калаш из людей, которые их окружают. Для этого мы дали им фигурки человечков, которые они помещали в различные круги доверия, собрав, тем самым определив всех людей, которым они могут доверять. Так последним заданием квеста стало обсуждение источников вдохновения для родителей, с помощью которых они могли бы понять, отдохнуть, почувствовать, где они могут получить эту помощь и открыть последний фрагмент. После этого квеста наша работа с этими родителями не закончилась, мы провели итоговую диагностику, которая позволила нам увидеть положительную динамику в развитии их личностных ресурсов. Так мы увидели то, что у них повысилась самооценка, также снизился общий уровень нервного напряжения, и по всем показателям была положительная динамика. Благодаря такой работе с родителями мы также и увидели положительную динамику в развитии ребенка. Сейчас он стал меньше демонстрировать признаки негативного поведения, стал благодаря этой работе родителей посещать детский сад до обеда, а также у них в семье, как я уже говорила, появились новые увлечения, которых не было и раньше. Хочу сказать, что нашу гостиную посещает много родителей и разной категории, и оставляют они нам в основном положительные комментарии, отзывы, чему мы очень рады. Также наша гостиная теперь с апреля 2020 года работает еще и в новом формате. Онлайн мы ведем прямые эфиры, ведем консультирования, а также размещаем различную полезную информацию для наших родителей, поэтому мы всех приглашаем к сотрудничеству и ждем гости к нам в нашу гостиную. Спасибо. Спасибо большое, Регина Радиковна. И, может быть, мы успеем еще ответить. У нас одна минута у вас осталась. Как избавиться от чувства вины, что не хочешь обеспечить ребенку полноценное развитие? Надо разобраться, откуда вот это чувство вины берется у родителей. Если оно от незнания, проблема если в том, что родители не понимают, что на самом деле с ребенком происходит, то здесь, конечно, нужно обратиться к специалистам, чтобы разъяснили и показали полную картину, что в дальнейшем можно ожидать и что делать с ребенком. Если же родитель знает прекрасно, что с ребенком, то здесь необходимо использовать все возможные ресурсы, которые сейчас представляет на настоящий момент современное общество. Это, естественно, и ресурсные центры, которые появились у нас. Это, само собой разумеется, различные межведомственные взаимодействия, медицинские организации, дошкольные образовательные организации, школьные дополнительные образования, все организации, которые работают с детьми. Конечно же, родителю важно еще и самому обучаться в плане того, допустим, как правильно оказывать помощь своему ребенку. И вот если родитель будет у нас оснащен вот этими всеми знаниями, и он будет использовать вот все, что ему предлагается, то, конечно, чувство вины в отношении к своему ребенку, понимание того, что вот я сделал все, помог все, все ресурсы использовал свои, да, и внешне, и внутренне, конечно, чувство вины, я думаю, пройдет вот такую ситуацию. Спасибо. ...в условиях нашего революционного центра подсолнуха. И вот не случайно даже в наших презентациях подложкой служат цветы подсолнуха. Дело в том, что занятия проводятся в постоянном контакте с революционным центром, который отслеживает за основными параметрами психологического состояния детей, запланируется индивидуальная карта приобретенных навыков, психологических реакций, логопедических навыков, изменений. И вот с 2019 года, если раньше наши экскурсии проходили как большая итоговая экскурсия в конце года, то вот с 2019 года мы решили ежемесячно устраивать небольшие такие экскурсии, стерилизованные для детей, которые приезжают на реабилитацию в центре подсолнух, а также для специализированных школ-интернатов. И раз в месяц мы даем такие выступления. Карантин нарушил все наши планы, но думаю, что они восстановятся. И, конечно же, дети находятся в сопровождении родителей или бабушек, своих родственников на наших занятиях. Мы стараемся, чтобы родители работали в паре не только со своими детьми. Это помогает, с одной стороны, детям выйти из круглосуточной опеки своих родных, а с другой стороны, родителям увидеть и почувствовать своего ребенка. Вернее, не своего ребенка, а попытаться все эти проблемы решить и своим чадом. Возможно, это и является достаточно большим плюсом наших занятий. Конечно, успех нашего проекта – это дружный и очень слаженный коллектив родителей, которые им приняли и любят своих детей такими, какие они есть. Спасибо большое, Светлана Львовна. Артур Валерьевич, у нас есть еще время, чтобы можно было ответить на вопрос в чате? Или на этом у нас сегодня мастер-классы, которые мы представляем, закончились, на суд наших участников семинара представлены небольшой опыт нашего региона. Надеемся, что понравилось. Уважаемые коллеги, я, конечно, не могу не обратить внимания на последние два мастер-класса, несмотря на то, что очень уже много времени, да, мы перебрали время свое. Но, безусловно, полезность той работы и осмысленность, то есть сотрудники организации прекрасно понимают, что они делают. Они используют, вот в последнем случае, это активные методы включения детей с расы в эти музейные экскурсии. Это методы театрализации, хорового ответа, синхронной деятельности. Это все то, что является теми методами, успешными методами работы, которые, конечно, приводят к хорошим, совершенно определенным результатам. Ну и я уже молчу, а сам элемент социокультурной интеграции в этот момент. Это большой, серьезный компонент. Отдельно хочется сказать слова признательности специалистам Центра психолого-медико-социального сопровождения, которые говорили о работе с родителями. То, насколько структурно выстроена эта работа и то, насколько структурно подана она в презентации, безусловно, дает возможность сформировать идеи в голове другим специалистам, каким образом эту работу можно простроить и у них, в их организациях, которые сопровождают семьи. Дорогие друзья, у нас закончилась первая часть нашего семинара с замечательными мастер-классами, с мастер-классами, которые представляют осмысленный опыт, структурный опыт. В ряде случаев они были поданы очень профессионально и, так сказать, не чувствовалось, что люди не имеют опыта выступления в виде в таком формате интерактивном, да, на больших онлайн мероприятиях. И, конечно, это приятно, что до нас доходит в итоге то, что хотели донести специалисты региона. Мне уже сейчас идут на телефон сообщения от наших коллег, которые участвуют в семинаре, которые пишут о том, хорошо бы, чтобы другие регионы, в которых мы живем, работали так же активно, как Ульяновская область. Я думаю, что это кое-что значит в нашем семинаре. И, конечно, нам удалось мастер-классами раскрыть все те важные блоки социализации, о которых мы заявили вначале. Теперь я хотел бы посоветоваться, друзья, нам с одной стороны нужен перерыв, с другой стороны мы прекрасно понимаем, что в онлайн-режиме люди, которые смотрят и участвуют в качестве слушателей, они запросто могут обедать и в том числе за экраном, поскольку их не видно. Но, Маргарита Валентиновна, у меня вопрос к Ульяновской области. А вот скажите, пожалуйста, вам достаточно будет перерыва в 15 минут, или нам нужен перерыв чуть больше, для того, чтобы вы привели... Нет-нет, мы с вами согласны, мы сейчас тоже... Хорошо, достаточно 15 минут, тогда давайте прервемся ровно на 15 минут. На моих часах 14.47. Я предлагаю вернуться за экраны в 15.02. Коллеги, спасибо, нас ждет очень интересный круглый стол, интерактивный. Спасибо. Спасибо. У меня есть любимый брат, он не такой, как всем. Он очень странный, говорят, беспомощный совсем. Мне интересно с ним играть, но мне нельзя его Ни на минуту оставлять на свете одного. Я научился понимать, как трудно бывает ему, И самое трудное это сказать обо всем самому. Представьте, что здесь я... Эй, поздравни! И так далее... Тихо verz늘и, себя-техне!! Я всегда modèle, сын. Об anaстрополь. Она хула хочететр первой тайны. Я default, мы отдыхаю. ...это цепля, дощая-теф언, Он в него входит, и я говорю за него. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей. Тимуратый глащай, сын у вас родился. Слава тебе, Господи! Сын у меня родился. Правда? Правда? Сын у меня родился. Слава, славно. Где же у нас святцы? Так... Сегодня 6 июня. Искрыть будем... Так... 25 числа. Быть ему... ... ... ... ... ... ... Иважно! Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Центр психолого-педагогической медицинской социальной помощи развития имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности и лицензию на осуществление образовательной деятельности. Учреждение оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего образования и основного общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ. Для обеспечения эффективного предоставления услуг в Центре функционируют 4 структурных подразделения Психолога-медико-педагогическая комиссия Отдел коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья Отдел методического обеспечения психологических служб образовательных организаций Ульяновской области и недавно созданный отдел по информационной защите детей Педагогический коллектив Центра в 2018 году стал победителем в конкурсе инновационных социальных проектов организованным Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Участие в проекте «Я и мой друг» помогло 30 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе двум детям с расстройствами аутистического спектра раскрыть свой жизненный потенциал через профессионально организованное общение со взрослыми наставниками С целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья детей организована и функционирует родительская гостиная «Мир. Мы и родители». Вариативность формы работы Центра, таких как консультативная, диагностическая, коррекционно-развивающая и просветительская деятельность обеспечила повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охрана и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра.